Музыка Начинаем нашу традиционную научно-практическую конференцию Роль профсоюзов в создании и развитии союзов Это тема нынешней конференции Я напоминаю, что эта конференция всегда организуется очень известными и уважаемыми ВУЗами и ВУЗами Вы знаете, что эта конференция проводится под егидой Невиномысского института экономики, управления и права И то, что мы говорим, проводится под егидой, это не просто слово, а это еще фиксация того факта, что этот уважаемый институт Вносит большой вклад в материальную обеспечение нашей конференции И вот я хочу показать результаты работы Мы провалили с вами конференцию, а вот публикация, которая имеет соответствующие выходные данные, отредактированные, размноженные и так далее Которые будут представлены в экзамене рассылке в биотеках везде, обеспечены именно этим институтом Я хочу выразить в этом, так сказать, с этим глубокую благодарность научного руководителя института, доктора экономической науки Олега В.Мазова Я думаю, у кого не возникнет вопрос, почему он находится в президенте нашей конференции Значит, далее наша конференция в организации участвует Федерация профсоюзов России Я связывался с Сергеем Анатольевичем Ковалевым, который является председателем этой федерации Он желал нам успеха и материально тоже, так сказать, участвует в проведении этой конференции Федерации профсоюзов России Фонд рабочей академии, очень известное общественное мнение, фонд содействия учения рабочих Который эту миссию выполняет просто замечательно, так сказать, огромный актив Уже, значит, преподавательский, самых квалифицированных кадров, которые самотверждно ведут огромные работы И включили заслуженную широкую известность не только в России, но и за рубежом И вот один из представителей преподавательского корпуса Фонд рабочей академии и Красного университета, который проводится в подъедении Денис Борисович Натерев, кандидат медицинских наук И еще одна организация, которая обеспечивает проведение этой конференции Это институт теории и практики профсоюзного движения России Директором которого являюсь я Поэтому я очень рад приветствовать всех собравшихся Всех собравшихся Мы продолжаем нашу замечательную традицию Посвящать, так сказать, рассмотрение Посвящать внимание Очень известных ученых Очень известных рабочих, организаторов рабочего движения И всех, кто этому сочувствует Ключевым вопросам развития профсоюзного движения И вот сегодня, канон Великой годовщины Великой революции Первой советской революции Первой миноносной советской революции Мы как раз на такую повестку, которая говорит о том Что профсоюзы, решая свои текущие дела Текущие проблемы в рамках фитализма В рамках специализма Тем не менее Играют ключевую роль В формировании Советов Кривых по развитию Это подтверждается как позитивным опытом Действия, деятельности профсоюзов Так и негативным опытом Когда профсоюзы с этой задачей справлялись успешно Тогда советская власть устанавливалась И развивалась Когда профсоюзы не выполняли этой роли В должной мере Тогда происходили утраты Советской власти Вот мы сегодня эти вопросы подробнее и рассмотрим Я хотел бы, представив президент Я хотел бы, чтобы все мы представились Чтобы мы знали Отколько ехали товарищи Хотят или наступать Это тоже наша традиция Слава Богу Формат нашей конференции позволяет это делать Пожалуйста Здравствуйте, товарищи Дмитрий Юрьевич Шилов Приехал из Санкт-Петербурга Сейчас временно не работаю В связи с окончанием срока договора срочного Рад приветствовать Федя Андрея Анатольевич Город Королев Подмосковье Нет, это мало Город Королев Я думаю, что вот и вы Че? Представы Вы являетесь По профессии А Оператор младших Стангачи ПО Фрезерного ПО ПП Мера Это в оборонке У нас там все в оборонке Спасибо большое Чтобы не оказалось Нашей аудитории Аудитория Я хочу отметить Что у нас идет запись Это будет демонстрироваться На сайте Красную Ру Чтобы наша аудитория знала Что не просто королев здесь А здесь Вот мы сказали В нашей конференции Традиционно участвуют Лучшие представители рабочего класса Алиса, товарищи, фея Думаю, такого представителя Видим здесь В нашей конференции Не согласитесь Санкт-Петербург Зал СМУ-2 Станегла Стадина Владимировна Маляр Пупаков Добрый день Я приехал из Петербурга Меня зовут Тимур Пухаев Я работаю в связи Мастостроении Сварщиком Спасибо Вячеслав Сычев Из Твери Партия Род Фронт Работаю в сфере справочных правых систем Долго время был менеджером по продажам Сейчас обучаю менеджера по продажам Спасибо Здравствуйте Поспелов Петр Михайлович Из Москвы Системный администратор Направление IT И прочее Программирование Немножко Сейчас работаю в небольшой конторке Впрочем Последние несколько лет В разных мелких конторках В которых Не все так хорошо Даже с оформлением трудового договора Добрый день Из Москвы тоже Я в общем-то Магистр Педагоги и психологии Работала Сейчас время не работаю Педагог по уронному развитию Я работаю с детьми Шашкалев Василий Высший рабочий из ЗИЛа Сегодня пенсионер Представитель Союза рабочих Москвы И представитель Российского комитета рабочих В Москве и Московской области В общем, Анатолий Николаевич В этом случае Вдруг ставший Руководителем Ивановского отделения РУСО Председателем Советского центра Ивановского Ну и Советник Областного Сейчас как-то не так Регионального союза Ивановского Областного объединения Профсоюза Так длинно называется Да Ну и еще там Составил В достаточно большом количестве Еще общественных организаций Веду В достаточно активном Общественном действии Перед От этих октябрьских событий Которые у нас Начаются Вот Которые прекратились Сто лет назад И которые сейчас Еще происходят Планирую выступить Спасибо Кудрецов Владимир Михайлович Пенсионер Бывший Ребенуровщик Нагиабо Представитель Российского комитета Рабочих По Нижнему Нижнему Нижегороду Нижегородской области Сенков Константин Александр Лёвич Токар Нижегородский Водоканал А тут Сопреседатель Российский комитет Рабочих К слову Горохова Ксения Викторова Город Энгель Саратовская область Борщик Производственник Служебного помещения Горохова Елена Николаевна Крановщик Машинист 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 Я сейчас не работаю Посреди Преподавателем Автомехенческого техникума Живгородского Посреди Не работаю Приехал Потому что Всю жизнь Профсоюзе работаю Работал каждый день Был представитель Профкома техникума Сейчас отошел Представитель ветеранов Увидел объявление В интернете Что у нас конференция Стоит Как Абсолют Дела В принципе Я знаком С владеющим знакомым Уважаемые товарищи Вот может На первый взгляд Показаться Что Связь Профсоюзного движения С возникновением Развития Советов Ну Какая-то разовая Или случайная Или по ситуации Что Есть советы Значит Организационные форумы Диатуры Патриата Есть профсоюзы Которые решают Узкопрофессиональные задачи Производственные задачи Такие текущие Ну а вот Советы Это то Что решает Задачи крупные Связанные С осуществление С осуществлением Коренных интересов Рабочего класса И у такого взгляда Есть определенные Предпосылки Почему Потому что Вот Берем ли мы Жизнь при капитализме И чем занимается Профсоюз Ну занимается Такими действительно Рутинными вещами Зарплата Условия труда И причем Как-то Не очень успешно И зарплата Все время Небольшая Получается И условия труда Не очень Улучшаются Ну Появляется Сотяжение Потом все это отбрасывает Вот такая бесконечная Текущая Рутинная Работа И кажется Что вот Уже иногда Вот это состояние Профсоюзов Даже Идеализирует И говорят Что вот это и есть Настоящая работа Профсоюзов Когда только зарплата Мы помним Был такой храм Который говорил о том Что ничем больше Не должны интересоваться Профсоюзов Это не касается Производство Организует Работодатели Собственники Наше дело Выливая зарплату Ну вот я думаю Что Такое представление Имеет Под собой Определенную почву Когда мы Вот Не Разбираемся По существу Когда начинаем Разбираться По существу То мы Приходим Должны прийти К следующему выводу Что Да Профсоюзы Непосредственно Отстаивают Выражают И отстаивают И борются За защитение Интересов Связанных С производством С профессиями Но эти интересы Являются Выражением чего Да выражением Специфическим Выражением Конкретным Выражением Коренных Классовых Интересов Связанных С обеспечением Полного Благосостояния И свободного Всестороннего Развития Всех Членов Общества Да мы Сегодня боремся За очень Маленький Интерес За очень Небольшие Требования Но эти Требования Идут В русле Того О чем Я сказал Что Вот сегодня За одно Требование Завтра За другое Требование Более Крупного Характера И приближаемся Мы все время Вот к этой Большой Цели И поэтому Профсоюзы На самом деле Борются Именно За обеспечение Полного Благосостояния И свободного Всестороннего Развития Всех Членов Общества Как На каком Быетапе Своего Развития Они не действовали И при капитализме Они за это Тоже борются Другое дело Что Какие у них Возможности И чего они Могут Реально Добиться Но На самом деле Тот Кто является Действительно Настоящим Профсоюзным Деятелем И заслуживает Этого И тот Кто хочет Помочь Развитию Профсоюзов Должен Выпускать Из виду Что Профсоюзы Борясь За определенные Профессиональные Специфические Цеховые Интересы Может быть Тем не менее В конечном счете Борются За вот эту Высокую цель Которая связана С уничтожением Классов И вот Если мы так Ставим задачу Мы понимаем Что профсоюзы Обязательно Должны Развиваться Потому что Сначала Они возникают На отдельных Предприятиях По отдельным Профессиям Мы же историю Эту хорошо знаем И эта история Повторяется Сегодня Потому что Когда Хотя у нас есть Большое объединение ФНПР Которое называется Но часто Это уже номинальная Вывеска За которой Сидят Некоторые Штатные Работники А все Приходится Начинать Сначала С инициативных Групп С небольших Организаций Которые потом Растут Большие Организации Потому что Ставят Большие Задачи То есть Мы это Проходим Вот такое Движение Так вот Мы должны Знать Начинать Движение А к чему Должны Прийти И что Является Целью Нашей Борьбы Значит Понятно Что В рамках Отдельных Организаций Можно добиться Немалого Очень немалого И вот Зная опыт Наших Замечательных Организаций Мы Это и фиксируем Что Значит Портовая Организация Докеров В Санкт-Петербурге В свое время Добилась Больших Успехов Приближения Заработной Платы К уровню Стоимости Рабочей Силы А это Обеспечивало Значительной Степень Удовлетворения Материальных Потребностей Работников И их Семей То есть Это было Движение Вот их К этой цели Больших Успехов Да И Мы знали Что Такие успехи Есть и В других Профсоюзных Организаций В свое время Очень Гремела И в этом смысле Улучшать Положение Рабочего Класса Приближать Работников Точнее Говоря И приближать Значит Их Благосостояние К полному Хотя до этого Еще до Но тем не менее Да И таких Успехов Было очень много Но мы Также прекрасно Понимаем Что силой Отдельной Профсоюзной Организации Многого Не добьешься В каком Смысле У вас Всякое Ваше Достижение Объединенный Класс Капиталистов Раньше Или позже Отберет И мы Это тоже Проходили При помощи Инфляции Все ваши Достижения Обязательно Будут Забираться И да Мы добиваемся Того Чтобы Коллективные Договора Закладывалась Норма О том Чтобы Зарплата Повышалась Всегда На такой Процент Который Денежные Зарплаты Который Превышает Уровень Инфляции Желательно На много Процентов На 5 Как минимум По отношению К уровню Инфляции Но тем не менее Когда мы Этого добиваемся Мы знаем Что Поскольку Инфляция Идет Непрерывно То всегда Движение Отодвинут Зарплата А вот Непрерывный Успех И непрерывные Организованности Даже у самых Лучших профсоюзов Мы не всегда Наблюдаем Ну и наверное Это очень сложно Все время Быть отмобилизованным На протяжении Скажем 25 лет Вот Наверное Это очень сложно И поэтому Мы видим Некоторые спады Активности У тех же докеров Да Вот люди Которые Пришли на волне Которые были Понимали Задачи профсоюзов Не узко А широко Скажем Как Константин Васильевич Федотов Сегодня уже Не на первых ролях А приходят Вот те Кто не понимает Задачи профсоюзов До конца И как обеспечить Тоже Значит Наблюдается Некоторый откат Мы знаем Большие достижения Скажем У Наших авиадиспетчеров Замечательный Совершенно Руководитель Этого профсоюза Сергей Анатольевич Ковалев Железный человек Умница Ну вот Я с ним говорил Позавчера Это интересная картина Вот приезжаю я В наши Лучшие организации Вот в Нижнем Новгороде был Значит В Самаре был Я им рассказываю Они как в сказке слушают И про Голодовки И про Кроссы А значит И когда я спрашиваю Так Опрос мы проводим А как можно добиваться Успеха Говорят Ну Переговорами То есть Вот то на чем держалось Значит Сдержался успех Этого профсоюза На постоянной Отмобилизованности На умение найти любую Использовать любую Возможную форму Борьбы Которая уместна В этой ситуации Вот это потихонечку Уходит Уходит И вообще говоря Возникает проблема Удержать эти достижения Потому что Вот это связано с тем Что надо Обеспечить Учебу новых кадров И учебу не просто На семинаре А вот такую учебу Которая была бы соединена С практикой И эта задача во многом Не решена То есть короче говоря Силами отдельных Даже самых лучших Организаций Крупные задачи Не получаются Решить А если получается То очень скоро Наблюдается Некоторый отход От достигнутых позиций Значит что тогда Требуется от профсоюзов От профсоюзов Требуется Расширение масштаба борьбы Требуется единство Потому что Против них Всегда действует Объединенный Класс работодателей Всегда объединенный А порознь Против такого класса Который имеет И средства И средства массовой информации И так далее И так далее Выстоит Ну практически Невозможно Невозможно Без того Чтобы мне дать Что-нибудь Очень существенное Вот поэтому Профсоюзы Должны объединяться Бороться за более Общие требования И у нас Такие требования Скажем Есть Вот есть Задачи Коллективные действия Которые такие требования Преусматривают И вообще говоря Там конечно Речь идет уже О требованиях Выражающих Коренные интересы Скажем Требования Повышения заработной платы До уровня стоимости Рабочей силы Требования Сокращения рабочего дня До 6 часов Без понижения заработной платы То есть одновременно С решением задачи Повышения заработной платы До уровня стоимости Рабочей силы Это требования Коренные за эти коренные интересы. И вот мысль такая, что вот когда профсоюзы борются за те действительно великие задачи, которые связаны с коренным интересом рабочего класса, вот тогда они развиваются. Когда они возводят в правило борьбу за то узкое, что сегодня получилось добиться, и считают, что это и есть норма, и предел его не придержит, вот тогда начинается попятное движение. И это подтверждается староечное, что нельзя, тот, кто не идет вперед, оказывается отброшенным назад. Ну хорошо, значит, вот мы можем предположить, что и шестичасовой рабочий день профсоюза, конечно, могут добиться, есть некоторые, так сказать, примеры тому, что на Западе, да, и так далее, но может ли он обеспечить полное благосостояние и свободное и всестороннее развитие всех членов общества при капитализме? Но совершенно очевидно, что не может, потому что свободное развитие, включает в себя и свободу от эксплуатации, и свободу от того, чтобы возможности развития ограничивались стоимостью рабочей силы. А прибавочный продукт уходил капиталистам, которые используют его для того, чтобы оболванивать рабочие классы, для того, чтобы строить церкви по нормативу жителей, независимо от того, люди верят, не верят, это вообще странный нормативный принцип по площадям, по количеству жителей, и все это за счет чего? За счет прибавочной стоимости, который создан рабочим классом. За счет, для того, чтобы сдержать аппарат подавления рабочего класса, я не хочу сказать, что в буржуазном государстве нет ничего такого, что не способствует развитию рабочего класса. Есть, есть и сфера культуры, есть физическая, духовная культура, конечно, библиотеки есть, они тоже финансируются за счет прибавочного продукта рабочего класса, но есть, я хочу сказать, паразитическая часть, направленная против рабочего класса, непомерно большая к современному буржуазному государству. Поэтому, чтобы обеспечить возможности своего развития, профсоюзы должны сделать следующий шаг, они должны обеспечить переход власти политической, от класса буржуазей к классу пролетариату. И, конечно же, раньше или позже этот шаг был совершен. И вот великий опыт нашей революции, и победоносной, и первой революции советской, которая была не победоносной, в 1917 году победоносной была революция, говорит о том, что профсоюзы, когда они действительно ставят большие задачи, они обязательно приходят к тому, что начинают формировать органы власть рабочего класса. Первые советы, которые создавались в Иванове, представляли производственные коллективы. Их направляли коллективы, финансировали коллективы. Так кто, интересно, обеспечивает организованность коллектива? Ну, профсоюзы обеспечивают. То есть, иногда можно было и без профсоюза проскочить. Вот товарищ Сычев, если не ошибаюсь, это вы прислали очень интересный материал, и вы будете об этом говорить, что иногда направляли советы людей помимо. Иногда, совершенно верно, и такое тоже было. Когда идет восстановление, принцип не всегда четко выдерживается. Но тем мы понимаем, что корень жизненности всякого совета является в связи с коллективом. С каким коллективом? Борющимся. От стачковов идут, от забастовочных комитетов. Ну, а кто организует забастовочные комитеты? Ну, профсоюзы тоже. Потому что сам по себе забастовочный комитет, вот, ну, выбрали людей, это представители, организаторы. А через за что он организует этот забастовочный комитет? Кто обеспечивает всю эту организационную работу? Ну, профсоюзную организацию обеспечивает. Поэтому забастовочное движение, это, конечно же, дело профсоюза. Бывает и помимо профсоюза, но если мы хотим закрепить результат успешной забастовки, то обязательно нужно создавать профсоюз. Иначе без этого все рухнет. Люди разойдутся, и завтра не будет никого. Ни комитета не найдешь, но результат, соответственно, не будет. То есть, жизнь не такая простая, что сначала создашь профсоюз, а потом будет забастовка. Нет, может поменяться местами. Но без профсоюза развития забастовочного движения не будет. А Советы вырастают как органы забастовочной борьбы первоначально. Потому что Советы, это органы, опирающиеся на силу рабочего класса. А носителями этой силы являются борющиеся рабочие классы, организованные профсоюзами на забастовочную борьбу. Вот первый шаг. Значит, поэтому, конечно же, советское движение было бы невозможно, если бы профсоюзное движение не развивалось. Да, когда обращаясь к нашему опыту, мы знаем, что легализация профсоюза была всегда сложной. Всегда профсоюз был полулегальный, нелегальный и так далее. Но, тем не менее, магистраль была связана с тем, чтобы формировать профсоюзы. И как только рабочему классу удавалось чуть-чуть отвоевать в условиях царизма возможность для легальной деятельности, профсоюзы сразу быстро-быстро распространялись. На самом деле, что они из нуля, что ли? Они выходили из полуподпольного, из открытые положения, легальные, когда были условия для их развития. Поэтому можно утверждать, что профсоюзная организация – это и есть основание для формирования Советов. Еще больше эта роль, конечно же, была продемонстрирована, так сказать, в условиях 1917 года. Сначала, значит, когда создавались Советы как органы власти наряду с органами буржуазной власти, то есть, в периодовые власти. И тогда не сильно буржуазное государство финансировало, конечно же, новые Советы. А кто финансировал? А финансировались те же профсоюзы, которые использовали для этого возможности заводов и фабрик. А кто формировал Красную гвардию? Ну, что? Ну, сидят люди там в Петросовете. И вот они сказали, ну, формировали. И все, значит, сами по себе винтовки нашлись, сами, конечно, нашлись организаторы, люди, знающие военное дело, и помещения, где держать винтовки, и площади, где... Ну, конечно же, все это обеспечили сами коллективы, организованные профсоюзами. Это тоже было дело профсоюза в фабрично-заводских комитетах тогда. И вот мы с коллегами тоже тогда думали, куда же делись в обзоркомы. Вот они в 1919 году в обзорок исчезли. Даже рассматривали это как некоторую потерю. Наверное, это был естественный шаг, что когда уже советская власть победила, да, то профсоюз, более широкая организация, а не только властная организация, вот она перестает эти властные функции, какие властные функции, непосредственно государственные выполнять. Светащивается на функции помощи советам, организации советов, но не выполнение непосредственно властных функций. Так что, пожалуй, можно считать, что Ленин и его соратники в 1919 году не ошиблись, когда вот сказали, что пересмотрели роль в фабрично-заводских комитетах на предприятиях, которые перестали быть оргами или еще икими советов. Они перестали быть оргами и еще икими советов, но кто обеспечил выборы по производственным коллективам? Ну, какая комиссия? Комиссия советов. Простите, комиссия профсоюзных комитетов. Там, если посмотреть структуру комитетов, были сектора, которые отвечали в 20-е годы за все сферы жизни. Там одесских садов организации выборов. Вот они и были, у них была специальная задача, вот профсоюзы обеспечивали организацию предвыборных собраний, направлений, делегатов и так далее, советы. То есть, очевидно, что все-таки совет — это не такая многостепенная организация, как профсоюз. Потому что в профсоюзе мы бюро, значит, профсоюзное бюро на участке, цеховой комитет, производственный комитет, а можете комитет объединения, а потом отраслевой, а потом областной, а потом и так далее. Там много-много ступеней. В этом смысле, конечно, профсоюзы не являются точной копией их организации, точной копией совета или наоборот. Но тем не менее, вот саму эту степенность, что нижний уровень направляет непосредственно делегатов в верхний уровень, советы взяли у профсоюзов. Никогда профсоюзы не выбирали своих делегатов на областную съезд, скажем, или областную конференцию, вот тем, что 20 тысяч голосовали по бумажкам или там 50 или 100 тысяч. Кто-нибудь помнит такое? Да никогда никому в голову не пришло бы никогда организованную рабочим так проводить выборы своих представителей профсоюза. Так вот точно так же люди, которые избирали своих представителей в профсоюзах, вот точно так же по этому пути они пошли, создавая советы. Избирая в один орган и потом из этого уровня в другой. А они с тем, чтобы была возможность, которой мы знаем, отзывы, контроля, замены и так далее, и так далее. Чем, собственно, советы отличаются от парламентаризма. И с этой задачей профсоюзы, конечно, успешно справлялись долгие годы, а может и не долгие годы. Но, тем не менее, мы с вами прекрасно так же понимаем, что профсоюзы это самая массовая организация. И чтобы выполнять такие задачи, задачи связанные не просто с борьбой за текущий интерес, а с пониманием коренных интересов, с пониманием перспективы уничтожения классов, вот выполнять эти задачи профсоюз могли успешно только тогда, когда в профсоюзах работали представители рабочей партии. Когда партия была в профсоюзах, партия рабочего класса. Ну, партия это и есть наиболее сознательный отряд рабочего класса, который на это конечная цель. И вот, когда партия работала, и мы знаем прекрасные примеры, и здесь Ивановс нам расскажет наверняка о тех замечательных коммунистах, бойшевиках, которые работали в советах, и благодаря которым советы были действительно боевыми органами рабочего класса. Тогда добивались успеха. Когда, значит, партия начала перерождаться, то, естественно, пропадали успехи и у советов. И они перестали выполнять свою роль основания советской власти. Ну, если, значит, партия допустила, такую вещь, как отказ выборов от коллективов, да, ну, тогда и советы потеряли свою роль. Ну, значит, они только остались в параллель, никак не влияя по существу на процесс формирования государственной власти. Они решились важнейшие свои функции организаторов выборов и контроля органов власти после 36-го года. Так это, конечно же, огромный был зарпорт по союзам. Ну, что это, вот, кому мы должны попенять? Вот, там, миллионам рабочих? Ну, они, конечно, могли бы позаботиться, но пенять им тоже. Но спрос, кому многое дано, с того больше и спросится. Вот, кто назывался коммунистом. То есть, передовым борцом тот и должен был вести вперед, а не назад. Поэтому это, конечно, претензии к партии. Ну, значит, утраты, об утратах роли профсоюзами, роли профсоюзов, как основания Совета Советской Власти, мы говорить не будем, мы подчеркиваем достижения. Значит, урок такой, что, конечно же, что если мы хотим вот возрождения советской власти, то мы должны добиваться развития профсоюзов. И не просто чисто количественного, а мы знаем, что, сказать, в этом развитии профсоюз должны обрести опыт борьбы, забастовочной борьбы, потому что забастовочная борьба есть в применении экономической силы. А когда мы говорим о власти, это есть применение силы, ликвидизированной, систематической и так далее. Так вот, профсоюзы должны обеспечить рабочему классу возможность стать сильным. И вот, когда эта борьба пройдет, тогда можно ставить вопрос о возрождении советской власти. А программы этой работы есть, коренные интересы, конечно, выражены, все мы это знаем, но тогда с кого спрос, с кого начать, с чего начнется это, сказать, возрождение роли профсоюзов, как основания советской власти, с партии. До тех пор, пока партии нет, никакое движение профсоюзное не приведет к созданию советской власти или диктатуры полетариата. И мы видели упущенные возможности, скажем, в Апранции, 68-й год. Вот иногда говорят, забастуют все, все встанут, и власть рухнет. Вот там 20 миллионов забастовало. Не все, конечно. Может, невозможно, всеобщая политическая стачка – это некоторые желания или некоторый лозунг. На самом деле, никогда его не было ни в одной стране. Но это достаточно, чтобы вот свалить власть. Но для того, чтобы свалить власть, что нужно было сделать? Нужно было создать органы новой власти, которые бы на себя и взяли властные функции. И что, создали в результате этой стачки майской, 68-го года? А ничего. А почему не создали? А потому что коммунистическая партия Франции сразу же, как, так сказать, или где-то чуть не раньше, чем коммунистическая партия Советского Союза, идея диктатуры полетариата выкинула из своей программы. Ну, а раз выкинула, так какая же власть? Власть должна была оставаться тех, кто считал диктатуру буржуазии. И все. Кому не сказали, мы не знали для чего. Ну, не знали для чего. А вот такие революционные ситуации, когда революционные подъемы испытывают десятки миллионов рабочих и работников, выпадают, может быть, раз в сто лет. Поэтому долго нам еще придется ждать французской революции. Да даже если она, так сказать, и будет, эта революционная ситуация, но поскольку мы знаем, точно знаем, партии там нет коммунистической, то значит, и профсоюзы никогда свой потенциал в создании органов советской власти во Франции не используют. Ну, так сказать, мы с вами пока еще не переживали революционного подъема, но он может случиться. И, уважаемые товарищи, чтобы потом не жалеть, не кусать локти, не говорить, ну, как же так, вот поднялись рабочие, а советская власть не возродилась. Значит, для этого надо очень позаботиться о том, чтобы, так сказать, у российского рабочего класса была своя партия. Своя партия, которая четко знает, куда идет, что, так сказать, конечную цель обеспечения полного благосостояния свободного всестороннего развития всех чинов общества, зная, что диктатура патриарта в форме Совета – это как раз то средство, которое обеспечивает достижение цели, и которое свою работу в условиях капитализма, так сказать, направляет как раз в движение этой цели. Вот тогда, когда приблизится, так сказать, революционная ситуация, тогда профсоюз свою роль выполнит, и снова будет возродиться советская власть, и, наверное, она возродится более, так сказать, успешно, потому что, конечно же, новое поколение строителей советской власти будет опираться на опыт побед и достижений поколений прежних. Тогда это будет прочное достижение. Спасибо за внимание. Ну, очень короткий, наверное, да, потому что выступающий есть. Вот скажите, какие у нас есть альтернативные профсоюзы пиков НП, которые действуют сейчас в России? Ну, я хочу сказать, что быть альтернативой можно в разном смысле. Есть профсоюзы как дополнительные к ФНПР. Значит, ну, если говорить о профсоюзах, вот я сказал, что пока еще, так сказать, проблематично движение профсоюзов в сторону создания советской власти. Почему? Потому что крупнейшее профсоюзное объединение ФНПРа находится под политическим господством Единой России, это самая крупная буржуазная партия России. Конфедерация труда России, второе крупное, менее крупное, но тем не менее, так сказать, известное объединение профсоюзное, находится под политическим влиянием, политическим руководством Справедливой России, это тоже буржуазная партия. Поэтому настоящих альтернативов НПР нет. Кто может стать и становиться? Вот те профсоюзы, которые имеют своих представителей в Российском комитете рабочих. Потому что мы вам точно говорим, что здесь не господствует ни Единой России, ни Справедливой России, ни Коммунистическая партия, ни НДПР. Таких нет профсоюзов. Таких нет. Потому что все уже разобрано. Ввиду важности профсоюзного движения для создания советской власти, буржуазии заботятся о том, чтобы на корню пресечь эту возможность. И что-то удается, но только удается потому, что пока еще рабочий класс не очень движется. Когда он начинает двигаться, все эти хитросплетения рухнут, и рабочий класс его добьется. Спасибо. Слово для доклада предоставляется кандидату медицинских наук Денису Борисовичу Дегтяреву. Уважаемые товарищи, на сегодняшней конференции я хотел бы осветить такой вопрос, как роль профсоюзов подготовки Великой Октябрьской социалистической революции. В этом году мы отмечаем столетие революции. Как вы знаете, прошло три конференции, две из которых были организованы Фондом Рабочей Академии и, соответственно, Рабочей партией России. Это традиционная Ленинская конференция 22 апреля. И в августе этого года в поселке Ульяновка, в доме Музея Ульяновых и Лизарова состоялась научно-практическая конференция «Великая советская революция. Истоки и уроки». Материал этой конференции вы можете увидеть на Лен.ру, а также на канале Рабочее ТВ. Ну вот, если говорить о августовской конференции, мы освещали в основном вопросы формирования советов, участия советов в революции. Но вопрос профсоюзного движения освещался в меньшей степени. Мы знаем, что после февральской революции 1917 года в России отмечался небывалый подъем рабочего движения. И на этой волне создавалось сразу несколько типов рабочих организаций. Это фабрично-заводские комитеты, это советы рабочих депутатов и профессиональные союзы. При этом можно говорить о том, что профессиональные союзы не впервые. Конечно, это не с нуля начинали создаваться в России. Начало создания профессиональных союзов было еще в конце XIX века положено. Активная волна создания союзов была в годы первой русской революции, которые в дальнейшем были, эти профессиональные союзы были разогнаны и подавлены самодержавием как опасные зародыши, так сказать, революционные крамолы. Тем не менее, ряду профессиональных союзов удалось дотянуть, скажем так, просуществовать до начала Первой мировой войны. И следующая волна закрытия – это был, соответственно, XIV год, ну и XVI год предреволюционный, когда, опять-таки, под предлогом, так сказать, консолидации общества, как сейчас любят говорить, для того, чтобы убрать, так сказать, все возможные ростки революционного движения, закрывались профсоюзы. Ну и, конечно, февральская революция дала толчок к возрождению тех профессиональных союзов, которые существовали ранее, к созданию новых. Причем, инициатива создания союзов исходила от самых разнообразных политических сил, и в меньшей степени это было инициативой самих рабочих, потому что в первую очередь, конечно, по инициативе рабочих создавались фабрично-заводские комитеты, то есть ячейки внутри рабочего контроля, рабочей самоорганизации на предприятиях. Профессиональные союзы, как охватывающие большую или меньшую часть работников того или иного, той или иной специализации или производства, соответственно, они требуют для организации именно, так сказать, взаимодействия между различными предприятиями, что, в общем-то, с успехом делают политические партии. Поэтому и к руководству профессиональных союзов также приходили представители различных политических сил. Как мы знаем, и в Советах была такая же ситуация, и Советы были во многом... в большинстве эсэра меньшевистские, в принципе, такая же ситуация наблюдалась и в начале, скажем так, после того, что это март-апрель, наблюдалась и в профсоюзном движении. Изменения настроения в рабочей среде и изменения, так сказать, в руководстве Советов начались после июльских событий, когда контрреволюция, так сказать, буржуазия показала свое истинное лицо, когда были гонения на большевистскую партию, ну, соответственно, пошла полным ходом большевизация, в том числе и профсоюзов. И во многих ключевых профсоюзах, а если говорить о Петербурге, это, конечно, союз, профессиональный союз металлистов, наиболее крупный, наиболее мощный, так сказать, профессиональный союз, естественно, постепенно приходили к руководству представители партии большевиков. И это способствовало их усилению влияния в рабочей среде. Надо сказать, что профессиональные союзы немножко отставали все-таки в своем создании от Советов, и говорить о том, что они принимали, так сказать, прямое какое-то участие, да, непосредственно в формировании Советов, не вполне правильно. Но, надо сказать, что профессиональные союзы, поскольку это наиболее массовые классовые организации, и, естественно, что они не могли оставаться в стороне от общего настроения масс. Ну, и, естественно, что те советы, в которых к руководству пришли большевики, в которых отражали действительно настроение пролетариата, те профессиональные союзы поддержали передачу власти Советом рабочих и солдатских депутатов. Так, в дни Октябрьского вооруженного восстания Петроградский союз металлистов постановил признать единственным выходом из создавшегося положения немедленное взятие власти Съездом Советов рабочих и солдатских депутатов и призвать всех металлистов объединиться под этим лозунгом. При этом Союз металлистов предоставил распоряжение Петроградского совета весь свой аппарат и все свои средства. В то же время, те профессиональные союзы, которые были под влияние, оставались под влиянием СССР меньшевистских, например, профессиональная организация железнодорожников Викжель уже 26 октября, уже после победы пролетарского восстания, выдвинула требования передачи завоеванной власти в руки Однородного социалистического министерства и призвала к всеобщей железнодорожной забастовке. Но массы ее не поддержали и, надо сказать, что противостоял этому СССР меньшевистскому союзу, союз железнодорожных мастеровых и рабочих, который объединял как раз не железнодорожников, а весь вспомогательный персонал на железных дорогах, на станциях и, соответственно, фактически вот эта забастовка не состоялась. И более того, союз железнодорожных мастеровых и рабочих послал под руководством военно-революционного комитета своих комиссаров по всем железным дорогам, по всем станциям и обеспечил контроль, революционный контроль за движением на железных дорогах. Между фабрично-заводскими комитетами и профессиональными союзами в течение 2017 года существовали определенные трения. Вообще, большим доверием, конечно, пользовались фабрично-заводские комитеты и конференции фабрично-заводских комитетов. Некоторые рабочие прямо называли профессиональные союзы по рождению буржуазии. Этому вот таким, так сказать, противоречием определенно способствовало то, что в определенной степени функции пересекались. Но если фабрично-заводские комитеты ведали делами на конкретных предприятиях, то профессиональные союзы, они должны были, ну и, собственно говоря, и отставили интересы, ну, определенных профессий, определенных более крупных групп, которые объединялись между собой работников разных предприятий. И здесь в профсоюзах шла борьба, борьба между влиянием меньшевиков, которые оставили мне цеховой признак по, так сказать, объединения профсоюза по узким специальностям. И партии большевиков, которые говорили о том, что профсоюз должен охватывать как можно большее число работников данного предприятия. То есть, это не должно замыкаться в узких, в рамках одной специальности. Но именно отстаивать интересы широких групп, но фактически классовые интересы. Соответственно, предполагалось, что в последующем, после победы революции, фабрично-заводские комитеты должны стать первичными звеньями профсоюзных организаций на предприятиях. Ну, собственно говоря, так оно и получилось. И мы знаем, что на шестой конференции фабрично-заводских комитетов такое решение было принято, что теперь фабрично-заводские комитеты являются ячейками в профсоюзах на предприятиях. После успеха Октябрьского вооруженного восстания Петроградский совет рабочих, солдатских депутатов Петроградский совет профсоюзов и Центральный совет фабрично-заводских комитетов призвали рабочих немедленно прекратить все экономические и политические забастовки, всем встать на работу и производить ее в полном порядке. То есть, безусловно, со всех, так сказать, все вот эти рабочие организации, они оказали поддержку пролетарской власти и, соответственно, понятно, что целью вот этих забастовок было именно достижение власти. А в дальнейшем работа, она необходима для поддержки уже установившейся пролетарской власти. В Москве всеобщая политическая забастовка состоялась также по призыву совместного Московского комитета большевиков и Совета профсоюзов. То есть, и в Москве, и далее по всей стране профсоюзы поддержали советскую власть, что и способствовало ее установлению. Александр Владимирович подробно осветил причины снижения роли профсоюзов. Безусловно, отход от производственного признака выборов сыграл здесь свою роль. Но надо отметить еще такой момент, что профсоюзы по своей природе они не могут сами, так сказать, отойти от производственного признака. И мы видим даже на примере современности, что попытка организовать профсоюзы вне предприятий, да, так сказать, с помощью системы органайзеров, которые, как бы, находятся вне и якобы, так сказать, из-за этого меньше подвержены влиянию администрации. Но мы видим, что это, в общем-то, попытка от такой организации, она окончилась ничем, да, фактически крахом. Потому что профсоюзы, как и советы, они подпитываются от коллективов трудовых. И вне трудовых коллективов существовать не могут. Так вот, сохранение производственного признака, то есть, это вот тот зародыш, который в том числе будет способствовать и возрождению советов. Но надо сказать, что в течение всего первого, в течение всей первой фазы коммунизма, задачи, которые стоят перед профсоюзами, они не решены. То есть, профсоюзы должны продолжать решать те же самые вопросы, которые они решали и при капитализме. Какие это вопросы? Это вопросы улучшения условий труда. Условия труда не улучшаются автоматически после установления диктатуры пролетариата. Более того, мы знаем, что наиболее позже всего улучшаются условия труда именно рабочих. Это первый момент. Второй момент – сокращение рабочего времени. То, что до Октябрьской войны в течение 50 лет шла борьба под флагом сокращения рабочего дня до 8 часов. И в программе партии, Российской социал-демократической партии было поставлено дальнейшее сокращение до 6 часов. Значит, эта борьба не прекращается, не должна прекращаться. Ну и, наконец, то, что касается заработной платы, хотя, так сказать, формально это не совсем уже. В политэкономическом плане заработная плата при социализме – это совсем не то, что при капитализме. Но, тем не менее, если говорить о реальном содержании заработной платы, которая, по сути дела, отражает рост благосостояния. То есть, достижение полного благосостояния – это также находится в компетенции профсоюзов. И борьба за улучшение жизни в целом рабочих, она должна продолжаться. И здесь, как представляется, определенный отрицательный момент был в том, что вот эти функции, вот эту борьбу за основные экономические интересы рабочего класса профсоюзы передали в большей степени государству. И государство, как бы, уже, так сказать, заботилось о том, чтобы рабочим платить зарплату, улучшать условия труда и так далее. Но профсоюзы стали ограничиваться какой-то культмассовой деятельностью, так сказать, отчасти просветительской. Но, тем не менее, вот эти функции борьбы за экономические интересы, она во многом была утрачена. Сейчас, и, соответственно, это привело к тому, что после того, как государство, сущность государства изменилась, к власти пришел класс капиталистов, который, так сказать, имеет противоположные интересы с рабочим классом. Соответственно, государство преследует интересы класса работодателей в основном. И получилось, что интересы рабочего класса защищать, по сути дела, некому. Государство сняло с себя эти обязательства. Ну, если не полностью, но, во всяком случае, во многом сняло с себя эти обязательства. А профсоюзы оказались, та действующая, вроде как, мощная, так сказать, развитая структура профсоюзов, она оказалась совершенно не готовой к тому, чтобы отстаивать не только коренные интересы, но и даже насущные интересы рабочего класса. Поэтому мы должны помнить слова Владимира Ильича, которые он написал в 1917 году в статье о необходимости основать Союз сельских рабочих России. Основное правило, первая заповедь всякого профессионального движения – не полагайся на государство, в кавычках, полагайся только на силу своего класса, так как государство есть организация господствующего класса. Не полагайся на обещания, полагайся только на силу объединения и сознательности своего класса. Поэтому и на государство в буржуазии, и даже на государство диктатуры пролетариата, наверное, нельзя вот так вот возлагать все свои надежды. Опираться нужно на класс прежде всего. И вот эти слова, конечно, мы не только должны помнить, но, может быть, даже отпечатать из своей памяти и повесить в рамочки над столом каждого профорга в каждой профессиональной организации, вплоть до полного уничтожения классов. Благодарю за внимание. И потом. Да, и потом. Спасибо. Ну, я думаю, что можно очень много интересных вопросов задать вопрос. Можно поставить и немножко позднее обсудить. Да, ну, если кто-то готовился к этому, может вспомнить, что там было. Да, мы готовились. Это целый дискуссий веласька. Увелась, наверное, в школе училися, наверное, помните сами, что там было. В школе, в школе, в школе речи белых. Некоторые даже выше профсоюзной школы были, а некоторые даже выше партийной школы были. Ну, он задал, человек вопрос задал. Это серьезный вопрос. Серьезный вопрос. Поэтому, сказать, конечно, обстоятельства нельзя ответить, но вопрос был такой, об отношении партии профсоюзов и государства. Значит, была идея о том, что профсоюзы должны непосредственно осуществлять властные функции. Такое было предложение. То есть взять на себя роль власти, создать съезд производителей. Но по факту того было, во-первых, профсоюзы не могли взять роль на себя, потому что у них задача не в этом, и их методы отнюдь не принуждение, как у государства, а воспитание. Это чужеродная им роль. А в той конкретной ситуации, значит, созыв съезда производителей означало построение некоторой системы власти параллельно с советом. А на самом деле это означало выступление против советской власти. И поэтому эта дискуссия закончилась с линической точки зрения о том, что профсоюзы – это школа коммунизма, что в своем дальнейшем развитии профсоюзы будут выполнять управленческие функции. Но сейчас, сказать, есть советская власть, есть профсоюзы, и не надо это смешивать. Вот, если вкратце говорить о том, что это было. Александр Ильич, ну поскольку товарищ сказал в конце 20-х, в конце 20-х годов было объединено, значит, это и ВЦСПС поглотил Народный комиссариат труда. Был такой нарком Шмидт. И тогда, значит, функции по охране труда и социального страхования государство передало профсоюзом. И это сращивание, будем говорить, государственного управления с профсоюзным движением закончилось только после развала Советского Союза. Спасибо. Вы хотели бы... У меня по существу, да, доклады есть. Пожалуйста, вы можете... Вопрос или может... А вы доклады? Нет, вопрос... Я буду, да. Хорошо. Я думаю, что лучше в докладах. У нас премии непредусмотрены, да. Ну, можем, конечно, но... Вы сказали, что объединением низовых организаций в крупные отраслевые профсоюзы занимаются партии. Ну, есть такая информация, что, например, в 17-м году, еще до октября, рабочие давали объявления в рабочую печать. Ну, рабочая печать, конечно, была партийная, но объявления это давали сами, вот эти низовые структуры. И они были способны объединиться в более крупное объединение даже без политических партий. То есть, это вот важно дополнительно считать. Спасибо. Спасибо. Добавление существенное. Я не утверждал, что только партии могут это сделать. Я говорил, что партиям это делать легче, поскольку они уже объединены. Ты понимаешь, значимый сегодня есть. Так, кто хотел следующий высказать? Анатолий Канкович, вы уже готовы, по-моему. Да, но я хотел принести одну книжечку, 18-го года издание. Ну, ничего страшного, вы сейчас донесете идею нам этой книги основную. Ну, я потом покажу сейчас. Уважаемые товарищи, значит, та тема, которая внесена на сегодняшнюю научно-проактивную конференцию, очень обширна. И можно очень много затрагивать аспектов, начиная, наверное, с первой русской революции или с конца 19-го года. Могу, конечно, свое мнение высказать насчет развития профсоюзного движения в России. Я считаю, что положительную роль в этом отношении сыграл Иван Христофорович Озеров, который в конце 19-го века начал издавать брошюры. Значит, это наш, будем говорить, русский экономист, финансист, ученый. И, так сказать, пропагандировать вот эти идеи создания фабрично-заводских комитетов. В дальнейшем, если говорить, значит, о революции 1905-го года и создании уже такого рода не просто фабрично-заводских профсоюзов, а объединений по траслям, то, значит, я могу несколько слов, или даже могу побольше сказать, о тех тенденциях в развитии профсоюзного движения на территории нашего рабочего края, который сейчас носит название Ивановская область, хотя надо сказать, что она касается не только Ивановской области, она касается и близлежащих и Владимирской, и Костромской, и Ярославской. Извините, я тут по алфавиту стараюсь говорить, чтобы без обид было. В 1906 году, значит, у нас было уже образовано, значит, это самое, ну, будем говорить так, региональное, что ли, отделение профсоюза текстилей. И в данном случае создание первого, как модно у нас было говорить, в России рабочего совета после, в рамках Иваново-Вознесенской стачки, все-таки получилось таким образом, рабочих депутатов некоторых, говорят, выполняющих, получилась такая вещь, что, значит, объединение не фабричных заводских, вернее, не профсоюзов, не создание профсоюзов, а объединение их, будем говорить, в, ну, сейчас это модно говорить в региональные, или там, отраслевые, наверное, даже, отраслевые профсоюзы, вот начали с 1906 года. У нас этот факт отмечен, значит, первый у нас в саду 1 мая прошло это, будем говорить, объединение, и там у нас усилиями в наших профсоюзах сейчас памятная доска вывешена. Ну, я хотел бы сразу перейти к 1917 году, потому что профсоюзы, значит, занимали активную позицию в развитии статочного движения в этом вопросе, значит, ну, они, кстати, проводили очень активную работу такого антивоенного свойства за, значит, сам, прекращение империалистической войны, значит, и тоже события 10-го, по нынешнему, 23-го августа 1915 года, значит, расстрел рабочей, будем говорить, демонстрации Ивана Вознесенской, тоже определенный, накладывал отпечаток, но это не говорило о том, что рабочее движение, значит, так сказать, сокращалось, не двигалось. Мы сейчас не говорим о том, что официально профсоюзы были загнаны в подпорье, и приходилось им работать в режиме больничных касс, ну, я уже немножко начал говорить насчет социального страхования, и официально, значит, вот эти структуры работали в режиме больничных касс. Ну, я опять вернусь к 1917 году. Надо сказать, что сразу после февральской революции, значит, в нашем рабочем крае профсоюзы заняли по многим позициям ведущие, значит, ведущие роли в советах, и это можно, значит, в том числе проиллюстрировать то, что 6-го, 8-го декабря 1917 года, сразу после победы октябрьской революции, в Ивана Вознесенке состоялся первый съезд советов рабочих и солдатских депутатов, профсоюзов и других демократических организаций по образованию новой красной губернии. И здесь вот как раз вот этот момент, что советы вроде как-то были, профсоюзы, значит, очень активно в этом вопросе работали, и в конце концов, все-таки вот Красная Иваново-Изнесенская губерния, начиная вот с декабря месяца сумела до июня 1918 года, значит, создать все структуры управления, включая и органы по труду, что очень важно, не забывать, и, значит, и даже военный комиссариат, поскольку все-таки, если вы помните, началась гражданская война, я думаю, что все помните. Конечно, значит, в режиме там решения государственных задач, ну, такие вот, в данном случае, тот, я уже напоминал об ком текстиле, решал государственные, на мой взгляд, задачи, то, что он мобилизовал рабочих на подавление Ярославского мятежа, значит, после событий, когда сэры восстали еще в Москве, или даже был арестован, если не память не изменяет, Дзержинский. То есть, вот, в данном случае роль именно, вот, профсоюзов в мобилизации, вот, против, значит, выступления контрреволюции, которые стремились те завоевания, значит, октября, так сказать, вернуть все вспять, профсоюзы очень, так сказать, активно сотрудничали с советской властью и решали вот эти, так сказать, задачи по отстаиванию тех прав, которые были завоеваны в результате октябрьской революции 1917 года. Надо сказать, что и, ну, в данном случае наши, что ли, профсоюзы и красные губернии объединились уже, значит, трясливой, да, вот, когда мы говорим о, значит, построениях профсоюзов, посмотрите, значит, так, вот профсоюз авиадиспетчера, предполагается, что он должен, это, значит, объединять только авиадиспетчера. Значит, есть, конечно, такие возможности, профсоюз неквалифицированных рабочих, там, профсоюз приказчиков, профсоюз, там, извозчиков, сейчас вот у нас, кстати, есть профсоюз, ну, грубо говоря, таксистов, вот, маршрутчиков, да, то есть, это такой вот, будем говорить, подход, который тоже имеет, так сказать, право на жизнь, и он действительно и так и было, и так, наверное, будет продолжаться. А другое дело, это когда профсоюзы по коллективам. И этот вопрос, во всяком случае, и Александр Владимирович каким-то, ну, боком, что ли, коснулся, но этот вопрос очень серьезный. И когда мы говорим, значит, о роли профсоюзов в тех или иных вопросах, особенно, значит, в создании, в создании вновь советов, мы эти вещи тоже должны учитывать. И это, я думаю, будет правильно. Что касается моментов, значит, я вспоминаю некоторые вещи, достаточно давнишние, значит, вот, в частности, был у нас такой академик Сахаров, может, вы, значит, его вспоминаете, может, не вспоминаете, но он выходил на улицу, значит, с лозунгом «вся власть советом», как может казаться, не странно, к сожалению, так получается, я со своими архивами то туда уеду, то сюда, не как на эту фотографию эту сам. И тогда, значит, приходится возвратиться к работе Леонидовича Ленина к лозунгам 17-го года, когда, значит, он в том числе говорил о том, что нужно снять лозунг «вся власть советом». То есть, нужно сейчас тоже обдумать, если мы обсуждаем этот вопрос серьезно, мы должны сейчас говорить о том, что «вся власть советом» или же, значит, этот лозунг у нас давно снят, и мы вроде как-то о нем не говорим. Некоторые тут говорят, что этот лозунг был снят в 1936 году. Но если говорить о 1936 году, вот мы проводили, значит, круглый стол, посвященный вот 80-летию, так, мы проводили круглый стол, посвященный 500-летию, значит, работы Томаса Мора «Утопия» и 80-летию Сталинской Конституции. Ведь Сталинская Конституция все-таки провозгласила, значит, советы трудящихся. Это только Брежневская Конституция, значит, от трудящихся перешла к народам. То есть, это было депутатов трудящихся. То есть, вот эти отступления и вот эти, как сказать-то, идеологические понятия нам тоже надо, как-то говоря о том, что давайте вот так-то сделаем, давайте так-то сделаем. И мы должны еще и профсоюзам, и это, конечно, и на меня накладывает определенный отпечаток, потому что я еще, значит, так сказать, пусть даже сейчас на общественных началах, но приходит со всеми, всеми профсоюзами, которые входят в Ивановское областное объединение организации профсоюзов встречаться, значит, на курсах выступать, там, в газете что-то иногда, значит, говорить. Мы тоже должны немножко попонятнее говорить, а что все-таки с этим лозунгом «Вся Лайс-Совет»? И теперь некоторые моменты, которые мне бы хотелось вернуться к позициям профсоюзов. Вот мы, ну, товарищ старшего, что ли, поколения, все знаем, что, значит, Ленин наставил на исключение из партии, значит, Каменева и Зиновьева. Но почему-то забывают, что Ленин наставил бы исключение из партии руководителя ЦСПС Лазовского, тоже в 2017 году. То есть, значит, руководство ЦСПС, руководство ЦСПС тоже не совсем отвечало тем критериям, о котором мы сегодня даже, вот, будем говорить, в докладах обозначим. То есть, я к чему вернулся в вопрос? Или мы, значит, сейчас говорим о том, что мы создаем мелкие профсоюзы, а у нас никакой опоры особой нету? Или мы боремся за то, чтобы все-таки каким-то образом добиться изменения курса, значит, ну, в данном случае не в ЦСПС, а в НПР? Это тоже вопрос, значит, ну, требующий, во всяком случае, обдумывания, но во всяком случае обсуждения вот на таких конференциях, на которых мы сегодня обсуждаем. Извините, я тут немножко… Теперь, значит, еще раз вернусь о ролях профсоюза в выборах, даже после того, как это самое… ну, вроде как-то профсоюзы были отстранены, но была такая традиция, все избирательные комиссии возглавляли профсоюзные работники. А сейчас, извините, избирательные комиссии возглавляют, извините, государственные чиновники. Дельтарошков. А? Заучи чаще всего. Или вот как, да, или заучи. Да, совершенно правильно. И тогда стоит вопрос. Значит, это самое, если мы собираемся, значит, это самое, бороться за то, что профсоюзы активно работали, за создание Совета, мы должны, значит, добиваться того, чтобы эта система была сломана, чтобы была, значит, возвращена на это историческая традиция, чтобы возглавляли, значит, не государственные, муниципальные чиновники, но, в всяком случае, представители общественных организаций, в данном случае, профсоюзов, если мы такие. И если мы об этом говорить не будем, значит, то так и будет. Ну, некоторые, будем действовать, председатели избирательной комиссии, они вообще-то до маразма доходят. Хотя и раньше тоже было не очень хорошо. Но, тем не менее, поскольку тема у нас, значит, вот такая профсоюзу, то это как его, я думаю, что эту тему, хотя бы можно о ней говорить. Уважаемые, значит, товарищи, значит, я, наверное, закончу, значит, свое небольшое выступление. Если будут вопросы, я постараюсь ответить. Невозможно, значит, как сказать-то, поскольку мы уже говорим о том, что профсоюз у нас с конца 19 века, и невозможно даже, примерно, там, за полтора часа, или там, даже если мы сегодня три часа просим, четыре часа, и даже если все три, значит, дня проведем, невозможно все аспекты, так сказать, работы профсоюзов совместно с советами, или под руководством советов, или наоборот, значит, самоосветить очень сложно. Мы же забываем некоторые моменты. Я уже один момент гражданской войны, значит, сказал, а извините, еще была отечественная война. Спасибо за внимание. Да, товарищи, я еще раз представлюсь. Меня зовут Вячеслав Сычев, я представляю политическую партию Родфронт, я из Твери. Ну, я представился там менеджер по продажам, да, я работал и грузчиком, и слесарем, то есть у меня и по роду именно партийной деятельности тоже постоянно общаюсь с рабочим классом. Политическая партия Родфронт, это один из тех тоже вот центров объединения профсоюзов, там, может быть, мы там не громко звучим пока, да, но тоже один из тех центров, который пытается объединять различные профсоюзы для того, чтобы их скоординировать для общей борьбы. И постоянно, ну, вот дискуссия о профсоюзах и советах имеет смысл, мы все прекрасно понимаем, в том ключе, что мы соотносим те события, да, начало, там, конец 19-го, начало 20-го века с сегодняшним днем, да, мы прекрасно понимаем, да, есть профсоюзы и перспектива это советы. И что можно сказать о сегодняшнем дне, вот проблема, да, многие люди не понимают, как рабочие могут решать вообще государственные вопросы. Для многих людей демократия, это когда вот там раз в несколько лет собираются там партии, вывешивают свои там рекламные плакаты, партии совершенно далекие от интересов рабочего класса, и именно вот так многие люди и понимают, вот это и есть демократия. Многие люди даже не знают, что вот именно рабочая, низовая демократия, она способна не просто решать вопросы, там, да, вот зарплаты, да, и каких-то таких вот своих животрепещущих, насущных проблем, да, а именно вопросы управления государством, именно решать вопросы на там всех возможных политических уровнях. И как вот развивалось рабочее движение в России? Ну, от простейших стихийных форм уже в 70-е годы 19-го века стали возникать классовые объединения рабочих, да, были Южно-Российский союз рабочих, Северный союз русских рабочих, они тоже возникли не на пустом месте, а у рабочих уже были свои объединения, люди собирали деньги в кассы, там, мало ли, помощь нужно друг другу оказывать. Эти союзы были разгромлены, то есть тяга к объединению рабочих была уже тогда. Потом, в 80-е и 90-е годы были десятки тысяч стачек, которые приобрели уже даже наступательный характер. То есть люди, как рабочие принимали решения, там, что мы... Это была демократия, понимаете? Это была низовая рабочая демократия, не какой-то человек приходил, все, мы выходим там на забастовку, да, люди собирались и принимали решения. А надо понимать, что вот демократия, это очень сложно, да, я недавно слышал такую фразу, что социализм забирает слишком много вечернего времени. Так вот, представьте, люди работали там по 14 часов, да, вот, и они еще собирались и обсуждали, какие они требования будут выдвигать, кто будет выдвигать, с кем нужно еще скоординировать свои действия. И люди находили на это время, и обсуждения были очень жаркие, там, да, пока один стоит свою точку зрения. Это было очень даже непросто. И вот взятое в целом вот это движение до Первой русской революции, как я считаю, это было не что иное, как поиск пролетариатам эффективных методов борьбы за свои экономические и политические права. По сути, эксперимент, поставленный целым классом. И когда сложились условия для революции, стали одновременно возникать и профсоюзы, и советы, они возникали уже не на пустом месте. Люди уже имели опыт первичной демократии. Вот эта первичная демократия уже людям была знакома, люди умели уже принимать решения. То есть все организации, создаваемые рабочим классом, строились на демократических началах. Это очень важно. Что можно сказать именно конкретно о профсоюзах? Ну, то есть даже вот социалисты того времени считали, что профессиональная борьба является несколько низшим уровнем по сравнению с советами. У профсоюзов есть свой потолок, так сказать. Профсоюз, профессиональный союз – это первая ступень, на которую вступает рабочий в организованной жизни деятельности. Это уже в семнадцатом году один рабочий написал в «Правде». Какие задачи решает профсоюз? Организация рабочих одного предприятия, выработка единых требований для предъявления их владельцам предприятий, выборы своих вождей, люди собираются и выбирают, вот этот у нас главный, подготовка и проведение стачек, сбор средств, контроль и учет ресурсов. Кстати, сбор средств – это очень важно. То есть даже вот Южный Русский и Северный Союз рабочих, они на сборе средств объединились. То есть люди собирают деньги, и люди эти деньги, большая касса собирается по сравнению с зарплатой одного рабочего, это очень серьезные средства, и их нужно распределять. А кому распределять? Семьям стачечников, нуждающимся, эти больше нуждаются, эти меньше нуждаются. По каким критериям? Эти критерии должны быть выработаны демократическим способом. Это все, вот именно вот такие вопросы решались, и они решались не просто вот так вот щелчком пальцев. Люди собирались и целыми вечерами вот там занимались обсуждением этих вопросов. Что еще делали? Распределение средств, ведение переговоров с владельцами предприятий, печать листовок, налаживание горизонтальных связей друг с другом, борьба со штрикбрейхерством. Это тоже очень важно. Это рабочие боролись с теми рабочими, которые вот выступали там, которые заступали, соглашались на условия работодателей во время стачки. Это тоже очень важно. Объявление мест под бойкотом. Если мы возьмем «Правду за семнадцатый год», там на последних страницах всегда объявление. И там рабочие такого-то предприятия объявили забастовку, объявляют свои места под бойкотом. Это значит, что другие рабочие не имеют права прийти туда и устроиться на их место, занять их место на условиях работодателя. То есть сорвать эту стачку. Это очень важно и для развития рабочего движения. Что можно сказать еще о профсоюзе? Итальянский коммунист Антонио Грамши в девятнадцатом году, это очень близко к тому, правда он не русский и итальянский, но мы интернационалисты. Он сказал, что профессиональные союзы, палаты труда, трясливая федерация – это проэтарские организации, характерные для периода господства капитала, в известном смысле можно утверждать, что они являются составной частью капиталистического общества, что выполняемая ими функция неотделима от строя, основанного на частной собственности. Ну и вот от себя добавлю, как я понимаю, вот это высказывание, что профсоюз – это явление мира товаров, конкуренции и продаж. То есть люди выходят со своим специфическим товаром на рынок, это рабочая сила, товар очень специфический, и они сталкиваются с объединенными покупателями. И эти покупатели выставляют такие жесткие требования, что продавцы своего специфического товара рабочей силы вынуждены объединяться в эти свои торговые объединения, по сути, в какой-то степени торговые объединения. Но у этих торговых объединений есть та косвенная деталь, которая выводит их просто за скобки. Они организованы по демократическому принципу. Те рабочие, которые не знали демократизма, объединившись в профсоюз, они теперь знают демократизм, они теперь умеют демократически принимать решения. И теперь они готовы уже к другим объединениям, более высокого уровня, к советам. А советы – это как раз то, что уже позволит принимать решения вплоть до высших государственных степеней. Так вот, история показала, что новым способом организации рабочих, кроме массового профсоюза на стачечном движении, может быть создание советов выборных классовых органов, способных решать, вот я об этом уже сказал. В 905 году, ну, товарищи уже говорили об Иваново, я, вот как я понимаю, вот в целом этот процесс, да, несколько стачечных комитетов, там где не было профсоюзов, просто рабочие на собрании выбрали своего представителя в этот орган, и как раз им нужно было распределять средства. Они хотели выдвинуть единые требования работодателям. Работодатели сказали заводовладельцу, нет, вы приходите к нам по одному, а рабочие сказали, нет, мы придем все вместе и выставим требования все вместе. Вот уже пошла демократия, да. И вдруг оказалось, что этот орган все вокруг остальные трудящиеся, даже крестьяне, воспринимают как орган власти. То есть, к этому объединению нескольких стачкомов стали приходить крестьяне со своими петициями, там, а вот вы за нас еще словечко заболвите, понимаете. То есть, сразу же трудящимся стало понятно, что это не просто вот объединение для решения частных каких-то вопросов, там, да, распределения средств. Это нечто более высокого уровня. Но что еще можно сказать про советы? Советы и профсоюзы – это все-таки еще и площадка для внутренней борьбы. Когда мы говорим уже о политических партиях, которые, естественно, внутри профсоюзов и внутри Советов пытаются проводить свою политику, да, то вот почему лозунг «то власть Советам, то снимаем этот лозунг, то опять ставим лозунг власть Советов», да, опять же, в моем понимании, сейчас этот лозунг категорически прогрессивен. У нас сейчас нет никаких советов, у нас рабочие, если профсоюз, организуют, и мы вот уже об этом сказали, что это очень там здорово, да, это вот там мы все готовы поддерживать, это там замечательно, да. Когда рабочие организуют советы, в этих советах наступает, ну, то есть различные дискуссионные вопросы поднимаются, да, и партии на этой площадке начинают продвигать свои там программные тезисы, свои требования, да, и, но Совет – это уже не нечто особенное, там невозможно, если это Совет, действительно организованный по производственному признаку, там невозможна антирабочая политика. Вот в парламенте, мы знаем, вот сейчас в парламенте, по-моему, нет вообще ни одного депутата, который представляет интересы рабочих, вообще нет рабочего, там, да, вот. И парламент считается, вот, это демократия, там они выбраны, да, а вот Совет, он не может идти против рабочих, только косвенно, только какими-то там, может быть, ухищрениями какие-то там представители каких-то там не совсем рабочих партий могут продвигать свою антирабочую политику. И если эта антирабочая политика будет скрыта, то Совет с ними поступит там, ну, либо изгонит, либо там не поддержит их мнение как минимум. То есть Советы, это как орган представительный, как орган рабочей демократии, он не дает возможность проводить антирабочую политику. А если мы уводим из него основной принцип, например, производственные выборы по производственным, да, вот округам, то он становится больше похож на парламент. И когда в Советы, мы знаем, в 80-е годы ввели там, ну, я был еще маленький, я смотрел по телевизору, там попы в шапках сидели, там в Верховном Совете таких белых. Вот, то есть, ну, как они в Совет попали, да, от общественных организаций, по Конституции СССР это было вот возможно, да, то есть, но это было уже не рабочее объединение. Вот, это привело к тому, что Советы деградировали, Советы сдали власть, и окончательно в 93-м году их расстреляли из танков, и люди смотрели по телевизору и не вставали за эти Советы. Извините. Что еще можно сказать о рабочей демократии, да, и профсоюзы, и вообще рабочее движение с самого своего зарождения, да, и профсоюзы, и Советы, это все единый процесс. То есть, рабочие развивались, экспериментировали, создавали профсоюзы, у профсоюзов увидели потолок, надо создавать советы. И помимо всего прочего, рабочие в определенные периоды показывают просто, ну, неодолимую тягу к демократии. Например, в том же 17-м году, после февраля, но еще до Октябрьской революции, начиная с марта-апреля, можно констатировать, что было бы просто невероятная тяга к демократии у рабочих, и не только у рабочих. Съезды, постоянные собрания, постоянные митинги. Если мы возьмем рабочую прессу, то просто, начиная с третьей-четвертой страницы, просто идут краткие сообщения. Рабочие такого-то завода собрались, высказали, что они недовольны Керенским, недовольны затягиванием войны, требуют мира. То есть, они требовали не только экономических, рабочие какого-то завода, какое-то предприятие. Да не только рабочие. Конторские мальчики печатают объявления. Вот мы, конторские мальчики, хватит нас эксплуатировать, мы хотим создать свое объединение, трактирные служащие, почему в нас не видят людей, мы хотим создать свой союз. Это все из объявлений в правде. Это все из объявлений в правде. Она по-разному называлась, там рабочий путь, ее же закрывали несколько раз, но постоянно печатались вот эти объявления. Это была неодолимая тяга к демократии. То есть, вот с первых, с зарождения первых, там, да, вот касс, да, к семнадцатому году рабочие показали, что они, там, самый демократичный, по сути, класс, да. Вот. Обретенный в борьбе опыт демократизма позволил рабочим и в профсоюзах, и в советах не сдавать свои классы и интересы классу буржуазии. Но вот современные работы, вот я уже заканчиваю, современные наши рабочие, они часто не представляют себе эту низовую демократию. Ну, я вот разобщался с рабочими, это мой опыт, может быть, у кого-то другой опыт. Но люди говорят, зачем, да я сейчас уйду на другое предприятие, что я здесь буду там, что-то там бастовать, что-то требовать, нафиг пойду, извините за выражение, пойму, другое предприятие. То есть, ну и чего, а на другом предприятии то же самое, да. То есть, вот люди пытаются стихийно индивиду… Путь стихийно-индивидуальной борьбы – это самый зачаточный уровень до того, как люди еще согласились объединиться втроем, в четвером, в пятером и что-то там вместе организовать. То есть люди пытаются устроить акты индивидуального саботажа, ах ты начальник, ну вот тебе, смотри, теперь ничего работать не будет. Это есть массово. В том году я писал статью на сайте Родфронта, почтальон выбросила письма. Это дикий-дикий, ну то есть она просто шла по лесу, выбросила письма. Понимаете, это дикий случай просто. В чем дикий-то? И платили две тысячи умений. Конечно, вот именно поэтому, да, вы совершенно правы, именно в этом ключе я и рассматриваю. С одной стороны, все против, а как же, да вы сколько, да если вы будете получать столько, сколько получает этот человек, этот почтальон, а сколько получают почтальоны? Семь, восемь, девять тысяч, десять тысяч. С учетом этих платежей, ну я по разным городам, я потом посмотрел по интернету объявления вакансии, сколько хотят платить почтальону по разным городам. То есть это совершенно нищенский уровень, а что вы от нее хотите? Да, конечно, там кто-то не получил письмо, телеграмму, извещение о смерти родственника, да, это плохо. А гораздо хуже ставить людей в такие чудовищные условия. Вот, и она пошла на этот шаг, да, но не подумала о том, что давайте объединимся, почтальоны сейчас, мы там все вместе покажем. Вот, но если нет этой, я заканчиваю, если нет, если нет этой демократии, и вдруг наступает серьезный политический, если нет опыта демократии у рабочих, и наступает серьезный политический кризис, Украина, да, например, то даже те зачаточные формы рабочего движения, которые создавались, даже те объединения там социалистов, коммунистов, которые существовали, их рубят под корень. Их рубят под корень. И это еще раз говорит о том, что развивать рабочую демократию все прогрессивные люди, все социалисты, все коммунисты просто обязаны, потому что без этого невозможно никакое там прогрессивное движение. Спасибо. Есть ли вопросы? Вот такой вопрос. И вот выделенный тезис, что советы создавали профсоюзы. Ну вот, значит, в свое время Леонид Дович Трасский возглавлял в 505 году в Санкт-Петербурге, значит, советы. Значит, и сколько там в этом совете были профсоюзные организации представлены? ФЗК, каких заводов, каких? Ну, знаете, я сейчас не могу вам сказать, я не выдвигал такой тезис, что я... Может быть, я оговорился? Сейчас в своем докладе этот тезис выдвинули. Я выдвинул, что профсоюзы были более низовой организацией, чем советы. Я такой тезис выдвинул. Ну, вот даже вот, Александр Владимирович, а мне конкретно интересно... Почему вы на меня не напали? А я пропустил. А только сейчас про взрослых вспомнил. Я про Иванова могу сказать, что там было, ну, совершенно недавно я читал книгу, я могу дать ссылку, то, что именно предприятия, как раз профсоюзы, объединения заводские объединялись. Вот этот совет, там известный первый совет. Не совсем так было. Ну ладно, не будет. Не совсем так. Поправьте меня, я могу ошибаться. Там, между прочим, фабричный инспектор создания, который это самое сказал, а вы создайте. Вот они взяли и создали. Фабричный инспектор. И о роли, значит, сейчас фабричных лизовских инспекторов мы не говорим. Даже в теме охраны труда. Ну, даже Маркс писал о роли фабричных инспекторов. Он писал, а мы не говорим. Вот в этом здании не говорим. Спасибо. О роли создания советов, включая фабричные инспекторы. Спасибо вам за замечание. Кудрец Владимир Михайлович, представитель Российского комитета рабочих по Нижнему Новгороду, Нижегородской области. Значит, ну, я буду говорить о своем опыте, о проблемах создания профсоюзной организации и работе в профсоюзах сегодня. Потому что вопрос стоит, значит, о роли профсоюзов в создании и деятельности советов. Значит, вообще говоря, тут цепляли вопрос лозунгов. Владимир Ильич в свое время сказал, что профсоюзы – это школа коммунизма. Вот то, что мы сегодня обсуждаем, что вот люди объединяются. Сначала учатся, так сказать, внутри себя организовать, потом выходят на более высокий уровень и так далее. Вот это и есть школа. И сегодня главная проблема в создании и развитии профсоюзов, на мой взгляд, состоит в том, что люди не понимают зачем. Значит, я просто знаю, я сейчас на заводе не работаю, с моим уходом, но там много передряг, на заводе профсоюза нет, профорганизации. Я говорю, ребята, ну вы чего делаете-то, вы давайте. А у нас организация была, вообще говоря, очень сильная, по той простой причине, что мы 20 лет держали завод, не давали его уничтожить, провели массу забастовок. Вот опыт у нас в этом плане очень большой, профсоюзная организация была очень авторитетная. Значит, сейчас на заводе людей осталось мало, остались люди квалифицированные, они говорят, ну еще организации, я сам могу сказать директору, а я не буду делать, и все, и он мне заплатит. Не платят, уже приехали. Если поначалу это проходило, сейчас не проходит. Вот, правда, и за ум не взялись. Но самый главный вопрос, вот в чем. Значит, зачем? Зачем? Хорошо, профорганизация, какие задачи она будет решать? И вообще, чем дело должно кончиться? Просто выбивать зарплату, так сказать, из года в год, там из месяца в месяц, это вроде одно, но это скучно. То есть кардинально решить вопрос, а люди не знают, а кардинально это как? И вот здесь как раз роль партии, партийных организаций, идеологию формируют партии, формируют партийные организации. Значит, без партии рабочего класса профсоюзы будут, верея как, давайте так, партия рабочего класса должна сформировать свои профсоюзы. Или перехватить профсоюзные организации, забрать их у своих противников, у буржуазных партий. То есть КТР, уже все эти, которые сейчас под эгидой буржуазных партий, их надо забирать коммунистическим и рабочим партиям под себя. Для того, чтобы идеология создания советской власти и установления в стране была там господствующей. Вот это вот, на мой взгляд, очень важный момент. Значит, что сейчас у нас в профорганизациях происходит? Вот те, которые под эгидой буржуазных партий. Это, к сожалению, пришло из Советского Союза. У меня вот недавно сестра приезжала с Украины. Но она там живет довольно недавно, перед самой контрреволюцией туда уехала. А до этого она работала главным экономистом леспромхоза на севере области. И вот мы с ней разговариваем. Она очень озабоченная. Приезжала три года назад такая, в общем-то, спокойная. У нас все хорошо, у нас все в порядке. На сей раз она приехала. В общем-то, все плохо и становится хуже и хуже. У нее уже вопросы появились. А как это, а как то? Вообще, куда идем? Ну и в процессе обсуждения я ее спрашиваю. Вот в лесной промышленности, в леспромхозах, там у них не профсоюзный комитет. У них «Рабочком» называется. Я говорю, Таня, вот у вас «Рабочком» был. Она говорит, да. Сколько человек? А, восемь. Сколько рабочих? Она мучительно выковыривала в мозгах, кто же там у них «Рабочий». Говорит, двое. Я говорю, кто? Вальщик и рамщик. Значит, вальщик – это в лесу работает человек, основная профессия. А рамщик – они делали вот рамы. Оконные. Оконные на весь Нижний Новгород. Вот, значит, он тоже ведущий специалист. Я говорю, и как вот они, вот заседание прославили вашего этого «Рабочкома». Часто они там бывали, да ты что, когда им? Рамщик ушел, конверс стал. А этот что, пилу бросил, ушел, уехал, из делянки не уедет. Вот и все. И то есть рабочий характер профсоюзов – очень важный момент, на который сейчас надо обращать внимание. Самое серьезное – за создание Советов будут бороться только профсоюзы, которые в основе своей имеют рабочий характер. Управление должно быть рабочим. Вот классы, если мы, значит, сейчас очень много говорят, что классовый характер – это вчерашний день и так далее. Буржуазии, конечно, выгодно, чтобы увести людей с классовых позиций на… Что Василий Иванович? Нет, это синдикализм. Увести людей с классовых позиций на межэтнические отношения, на межконституциональные и так далее, войнушки устраивать, очень такое удобное. Они знают, что они там дерутся между собой, а их не трогают, их карманы и кошельки – все на месте, все в порядке. А классовый характер им поперек горла, потому что это прямое, так сказать, наступление на их благополучие. И сейчас задача правосоюзов – объяснять людям задачи и смысл создания Советов. Что вместо вот этого безобразия, которое сейчас, создавать не новое безобразие, а создавать свою власть. Вот это задача, которую надо решать всем. Тогда у нас будут формироваться профсоюзы, так сказать, с внятной позицией. И самое главное, что сегодня надо бороться за 6-часовой рабочий день для того, чтобы хотя бы час в день людям учиться. Надо людей учить. Я уже говорил неоднократно, кроме 6-часовой рабочего дня, надо требовать систему непрежимного образования на предприятиях, чтобы люди учились. Неграмотные рабочие ничего не создадут. Ни профсоюзной организации, ни Советов, ни власти. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Саня, кто хотел бы еще выступить? Пожалуйста. Давайте. Пожалуйста. А это, Антонич. А это, Антонич Мазов, доктор экономических наук, научный руководитель Великобритании Института экономики управления и права, консультант Российского комитета рабочих. Уважаемые товарищи, мне заинтересовал вопрос очень рабочей демократии, я пока еще не начал свое выступление, потому что возникает, это так вот, на затравку что ли, возникает вопрос, а демократия, которую назвали рабочей, она в условиях капитализма, она буржуазная? Или там зачатки социалистической демократии? Ведь она разная совершенно. Ну, это так. Я не хотел просто прервать, чтобы не затягивать потом ответами, потом обсуждения, если можно будет потом как-то осветить. Мне очень товарищи, предыдущие выступающие, очень здорово помогли тем, что осветили достаточно широко и глубоко историю становления Советов и взаимодействия, взаимовлияния профессиональных союзов и Советов. Я остановлюсь на том, что, вернее, не столько остановлюсь, сколько постараюсь развить такую тему и такую проблему, станут ли снова профсоюзы основой для создания Совета. На самом деле, ведь мы не просто так обсуждаем, это не просто историческая конференция по Советам и взаимодействию с профсоюзами, а речь идет о будущем и о настоящем. Не только о будущем, а о настоящем тоже. В истории создания Советов, как форма диктатуры пролетариата, профессиональные союзы сыграли существенную роль. Можно спорить о том, что могли ли создаваться Советы без профсоюзов, конечно, были такие факты, но то, что основу, начиная от кадровой основы, материальной, организационной основы, конечно, профсоюзы сыграли значительную роль. А сейчас возникает вопрос, это закономерность или исключительно особенность российской истории? Это, может, единичное, может, это не всеобщее? Способны и предназначены ли современные профсоюзы, нынешние профессиональные союзы на создание Советов? При определенных условиях, конечно. Ну, ответ вроде бы очевиден, можно дать обыденный четкий ответ, что нынешние профсоюзы не способны это сделать, не предназначены на это. Ну, действительно, профсоюзы, как правильно говорили, вполне буржуазная организация в условиях капитализма. Действительно, продает, помогает, содействует продаже рабочей силы. Если хороший профсоюз, то она хорошо продает рабочую силу, по высокой цене и так далее. Я немножко, конечно, утрирую, но, по сути, да, в рамках капиталистического общества профсоюзы свою роль выполняют. В России, которая пережила контрреволюцию, и профессиональные союзы вполне буржуазные, решают соответствующую задачу. Но, в то же время, внутри капитализма зреют те силы, капитализм не вечен, внутри капитализма зреют те силы, зрели и зреют, и будут зреть те силы, которые капитализм этот изничтожит, и будут создавать новую прогрессивную коммунистическую формацию. Этой силой является рабочий класс. Вот оно, великое открытие марксизма. Это подтверждается всей историей. Начиная с борьбы за свои экономические интересы, рабочие самоорганизуются в профессиональные союзы, которые, конечно, в одиночку капиталиста не одолеть. И, более того, на отдельном предприятии даже есть какой-то успех. Мы здесь видели, вот именно на конференциях, на Российском комитете рабочих, мы видели, как взлетали, расцветали некоторые профсоюзы. И затем падение, затем снова возникает. Это постоянный процесс возникновения. Но смогут ли эти профессиональные союзы способствовать созданию Советов? Для этого надо посмотреть, что происходит внутри капитализма, внутри российского капитализма. Российский капитализм – это, по сути, реставрированный капитализм, это регресс. И сейчас российский капитализм – это слабое звено мирового капитализма. И он занял особую позицию во многом. Если в 90-е годы практически российский капитализм подчинялся империализму, практически полностью беспрекословно. То сейчас с возникновением довольно серьезных государственно-монополистических монополий в России появились свои интересы. Государством в какой-то мере эти интересы осознаются. И сейчас российский капитализм во многом стал в противостоянии с центрами империализма. И это тоже накладывает определенную особенность на наш капитализм, который не перестает быть при этом хищническим капитализмом. И с точки зрения эксплуатации рабочего класса, один из самых хищнических капитализмов, потому что рабочий в России по подсчетам, которые я проводил в том числе диссертации, работает на себя не более полутора часов в день, из восьми часов, а иногда из девяти, из десяти часов, не более полутора часов, работает на то, чтобы воспроизвести ту оплату труда, тот продукт, который идет ему в оплату труда. То есть вовсе не стоимость рабочей силы, которая в несколько раз больше, нежели та заработная плата, которая сейчас выплачивается. Российское буржуазное государство в современных условиях вынуждено объединять свои усилия, координировать с государством социалистическим, в этом смысле коммунистическим государством, которое до сих пор и не снимет, надеюсь, не только лозунг, а принцип диктатуры пролетариата с Китайской Народной Республикой, возглавляемая Коммунистическая партия Китая. По мощи сейчас происходят тектонические определенные процессы, по мощи китайская экономика превзошла экономику Соединенных Штатов. Это есть показатель ВВП, который модный и везде используется в современной макроэкономике. Он не совсем точный, наши показатели советские были гораздо более точные, материальное производство измеряли ВВП, что угодно измеряет, в том числе всякие услуги, в том числе непотребные ВВП входят. А если взять по промышленному производству, то Китай, народный Китай, социалистический, он обогнал Соединенные Штаты Америки. И это уже сказывается на всей мировой экономике и мировой политике. Начались тектонические процессы. Центр экономического развития перемещается в КНР вместе с той промышленностью, которая развивается, и той инфраструктурой, которая развивается в Китайской Народной Республике. Так, к примеру, за 10 лет поставили задачу построить 10 тысяч километров магистралей. Магистрали уровня автобанов, то что называется. Они это сделали, они сейчас обогнали Соединенные Штаты по длине этих магистралей. Сейчас скоростные поезда, самые длинные пути скоростных, свет скоростных поездов. В том числе поездов на магнитной подушке. Это так, к слову. Кроме того, Китай является одной из немногих стран, которые обладают своими процессорами. Так что страны, у нас свой процессор есть, но он очень слабый. Эльбрус там, или как он называется. Пока слабый по сравнению с тем, что дает мировая промышленность. Китай обладает этим процессором, и он готов полноценно, целостно развивать свою экономику. С целью сохранения своего господства в мировой экономике, для поддержания долларовой эмиссии, экспансии, обеспечения контроля над основными ресурсами, империализм Соединенных Штатов, он вынужден проявлять все больше и больше агрессии. Во многих странах, Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия, Центральной Европе, на Украине, в Прибалтике, в Африке, в Латинской Америке, Соединенные Штаты. То, что говорится в условиях, именно сейчас эпоха какая, кстати говоря, какая сейчас эпоха, если с точки зрения марксизма. Сейчас эпоха... Империализма, пролетарство, революция. Да, совершенно правильно, сейчас эпоха перехода от капитализма к коммунизму. Это сейчас эпоха, такая мировая развитие, мировой цивилизации, всемирного развития. И сейчас происходит обострение этого процесса. И основное противоречие формируется, обостряется между империалистическими Соединенными Штатами, которые возглавляют весь мировой империализм, и Китайской Народной Республикой. И обострение происходит, в результате этого в том числе происходит обострение внутренне-империалистических противоречий. Мы видим, что происходит в ЕС, это не случайно отчаливает Великобритания. Там свои процессы идут. Почему? Они теряют свою конкурентоспособность в некотором смысле. Они перевели значительную степень свои производства в другие страны. У них увеличивается безработица, увеличивается дефицит бюджетов. Уровень жизни, кстати говоря, давно не растет в основных капиталистических странах у массы населения. Прибыли растут, миллиардерное количество увеличивается, а уровень жизни практически не растет. Застой в этом отношении. И на фоне темпов роста в 10-12%, сейчас пусть даже 7% в Китайской Республике и Вьетнама, кстати говоря. Не только Китая, Вьетнам тоже социалистический, но в переходном периоде. И вот противостояние России и центров империализма вызывает необходимость... В России это и так необходимо, а обострение этого противостояния вызывает необходимость создания системы государственного регулирования, управления всей страной, которая должна подчинить все интересы, всю экономику и политику в этом смысле, подчинить этому противостоянию для того, чтобы выжить просто России. Это необходимо. Необходимо увеличить темпы роста промышленности в несколько раз. Не просто там 1-2%, а должно в несколько раз больше, чем среднемировые темпы роста должна расти экономика России, для того, чтобы Россия просто выжила в этой сложнейшей борьбе, потому что она находится под ударом сейчас сил империализма. Прежде всего, необходимо развивать производство средств производства для производства средств производства, то есть производство оборудования, станкостроения и, безусловно, расширенное воспроизводство работников. Для реализации таких задач необходимо создание единой долгосрочной программы развития России. Была у нас поставлена задача президентом Путиным, перед тем, как он стал премьером, концепция долгосрочного развития, но она, по сути, была торпедирована и саботирована в выполнении программ. Сейчас они стараются не вспоминать его помощники и те, кому поручалось. И сталкивается в России вот эта вот либеральная политика, можно называть ее стихийно-либеральная, с необходимостью государственного регулирования. И противоречие стихийно-товарной политике российской буржуазии и необходимости государственного программирования и управления обостряется. И здесь возможны два выхода. Это когда дальнейшее обострение приведет либо к разрушению, это стихийно-товарной системы государственного управления, если там можно назвать это управлением, верхи не могут, то, что называется, верхи не могут, либо к созданию и выполнению долгосрочной программы развития России. При разрушительном разрешении данного противоречия возникнут условия и необходимость усиления борьбы рабочего класса за свои экономические интересы, в том числе рабочие профсоюзы в этих условиях вынуждены будут создавать забастовочные комитеты. При потере контроля капиталистами над производством в условиях крайнего обострения противоречий экономического кризиса нужно будет контроль над производством, организовать рабочий контроль. Уже нужно будет переходить, возможно, даже от забастовок в целях улучшения своего положения к тому, чтобы противостоять локаутам, то есть к тому, что капиталисты сами, вы знаете, способ такой есть борьбы с рабочим классом, закрывать предприятия. То есть в ответ на забастовки могут объявить локаут. И способов для этого много, тем более, что они большую часть средств стараются ликвидных вывести. Больше триллиона долларов, имущество на больше, чем на триллион долларов уже вывезено из страны. Действия рабочих профсоюзов могут быть успешны при соединении их сил в городах, районах, в стране в целом. Естественно, необходимой формой обеднения и организацией рабочих становятся советы. Потому что противостоять только своему капиталисту, это просто потерпеть поражение. Поэтому забастовочные комитеты вынуждены, если даже сознательно, будут создавать советы. И советы всех уровней постепенно должны быть созданы, сформированы городские, областные, краевые советы. Организуется съезд советов, который изберет свои органы. То есть не взять власть, как некоторые там партии, даже левая, взять власть. Какую власть? Буржуазную власть вот эту взять и что? И дальше что? Нет создания своей власти. Оно, может, конечно, не будет повторения того, что было. Точно повторения не будет. Но в любом случае советы такое естественное средство, созданное рабочим классом, что грех не воспользоваться. И это будет, скорее всего, сделано, именно воспользоваться. Иначе противостоять буржуазной диктатуре и победить ее невозможно. При положительном решении противоречия, которое сейчас есть внутри буржуазной системы, то есть если будет создана долгосрочная программа развития России, даже государство монополистический капитализм будет развивать, такой тоже вариант возможен, то это будет способствовать увеличению рабочего класса, увеличению производства, увеличение рабочего класса будет, возможности рабочего класса возрастут в этом отношении. Возросший численный организационный рабочий класс неизбежно усилит свои политические позиции, свою политическую борьбу. Вы знаете, что часто активизация рабочего движения идет на подъеме, а не в условиях кризиса. Ну и в конечном результате всего этого тоже должно стать создание совета. Спасибо за внимание. Николай Никимович, спасибо большое. То есть, советы неизбежны. И оба оптимистичны. Да. Да. Два разных способа движения к совету. Спасибо. Шилов Дмитрий Юрьевич, рабочий, временно не работающий. Вот. Ну, что я могу сказать по вопросу профсоюзов. Профсоюзы это на сегодняшний день такая площадка, где мы, рабочие, можем приобретать опыт борьбы за свои права, интересы. Буржуазное право предоставляет нам такую возможность. И Владимир Ильич Ленин, бождь пролетариата, призывал к этому участвовать, пользоваться в рамках буржуазной демократии. Необходимо. Ну, просто у нас другого и другой пока нету демократии. Вот. И поэтому, ну, не пользоваться этим. Это все равно, что не пользоваться кодексом, трудовым кодексом, где прописано право трудящихся отстаивать свои права. В тех формах, которые вот предусмотрены там статьями, там, о забастовках. Есть целый раздел, как это организовать. И профсоюзы, и товарищ Ленин называл профсоюзы школой коммунизма, где трудящийся учиться в борьбе. Это очень важно. И вот такие собрания, как сейчас тоже, вот есть возможность даже вот учиться, да, выступать. Это же тоже очень, очень положительно влияет на нас. Это очень важно, да, очень важно. То есть, вот комитет и конференция дают возможность, ну, научиться говорить на публике, грамотно тренироваться. Это приходит с опытом, и я призываю тоже товарищей рабочих как-то воспользоваться этим замечательным правом, да, возможностью. И тем более, что это увидят и другие рабочие. Вот, и это поднимет и престиж нашего собрания и комитета. Вот, а что касается советов, ну, на сегодняшний день в лозунг вся власть советов как-то звучит, ну, мне кажется, как-то неуместно. Потому что советов нету. Лозунг-то хороший, правильный лозунг. Вот, и я-то за. Вот, но совет это такой орган, он выше по своей организации, чем профсоюз. Это все-таки орган политический, в том числе. То есть профсоюзы, они скорее решают экономические задачи, улучшение условий, и труда, и зарплаты, что тоже очень важно для рабочих. Вот, а советы, это уже могут решать, могут обеспечивать связь. То есть это территориальные органы, где свои представители от коллективов собираются и могут организовать взаимодействие с предприятиями. То есть выдвинуть политические требования. И вообще, как я понял, в разные периоды времени исторического развития совета тоже менялись их понимание, осознание, их функция тоже была разная. Вот, например, известное выражение Ленина о том, что советы это не орган, это не парламент, это не орган самоуправления, а это боевой отряд для выполнения определенных целей. То есть в какое-то время обострения ситуации, политической противоречий, и все это меняется. Ну, поэтому сложно сказать, в какой форме сейчас они должны быть. Я вот не могу точно представить, как вот отражая сегодняшнее состояние момента, в сегодняшних условиях, какие бы задачи они могли выполнять сегодня, советы? Ну, наверное, могли бы призывать товарищей с разных предприятий, то есть, опять же, представители. Если бы были несколько советов на разных предприятиях, то можно было бы организовать уже какую-то стачку, ну, какую-то вот такую. Более, то есть, выйти за рамки своего предприятия, то есть, выйти за рамки экономической борьбы на уровень политической. Организовать систематическое заседание Российского комитета рыбойщиков. В том числе, да, городской совет, да, в общем, я хочу, да, рабочих, это уникальное вообще изобретение, да, русского рабочего класса, советы. Сегодня, ну, как-то, ну, мы говорим об этом вот здесь, а рабочие не особо-то как-то сегодня стремятся объединяться. Это вот в этом, наверное, вот проблема, может быть, в сознании, что ли, вот, или вот настолько сейчас рабочие индивидуализированные, вот это вот, что каждый пытается решить в одиночку свои проблемы, и в итоге, ну, мы терпим поражение постоянно, то есть, из-за того, что сознание, сознание, то есть, нас, нашим, ну, я говорю, как за рабочих, то есть, как, в общем, нету понимания, чего-то четкого понимания, что нужно делать, и в профсоюзах господствует тоже идея буржуазная. Что же все-таки делать-то? У них понимание есть господствует буржуазной идеологии. Да, противопоставить буржуазной идеологии мы можем только свою идеологию, пролетарскую идеологию, которая, и, да, для этого есть и партия, и очень важно, да, вот, особенно членам партии идею советов пропагандировать, разъяснять в своих коллективах. И на этом, конечно, в этом задача на нас, как рабочих, в первую очередь, потому что, ну, в связи с крушением Советского Союза, предательства партийного, партийного руководства, имеет место недоверие, недоверие рабочего класса, и мы это видим и в разговорах с рабочими, и поэтому Наша задача, как рабочих, убедить своих товарищей в том, что это единственный для нас путь, чтобы улучшить свое положение, и, в конце концов, взять власть можно только с помощью Советов. Вот, наивысшая форма демократии и улучшения, может быть, только при господстве диктатуры пролетариата в форме Советской власти, Советов. Благодарю за внимание, спасибо. Браво! Благодарю за внимание, что ты можешь платить деньги. Я говорю, понимаешь, это единственная организация, куда я могу пойти и пожаловаться, например, или потребовать чего-то. Ну, а ты много, что ли, обращалась туда? Я говорю, ну, какая разница, много, мало, но у меня есть такая возможность, а потом ее не будет. Ну, короче говоря, народ не послушался, все вышли из профсоюза. Потом это предприятие, ну, вообще-то она работает, я ушла оттуда. А сейчас, вот, нынешнее время, я вот много раз разговаривала с работниками, ну, с женщинами, я с женщинами работала. Вы знаете, они все понимают. Они уже научились. Вот, да, да, вот за эти годы вот настолько набито шишек, что народ стал умнее. Другое дело, что сейчас происходит у нас, вот, например, происходит дробление коллектива. То есть, сбрасываются те виды работ, которые не приносят большого дохода. Вот у нас остается в основном один монолит. Льют стены, я на стройке работаю. Льют стены, отделка уже не нужна. Электрики приглашаются отдельно, сантехники отдельно. Осталось очень мало людей, все они разбросаны по разным местам. Вот, поэтому, в этом смысле, с профсоюзом очень трудно. Этот профсоюз можно организовать, или, где он раньше был, но остался, нормальный профсоюз. Или организовать там, где есть хороший коллектив, где народ сплочен, и им отступать уже некуда. Вот, на днях я читала, на московском фонде рабочей академии, про завод Седина. Вот, так там такая ситуация. Они им прислали директора, который планомерно разваливал завод уникальный. Завод тяжелого танкостроения. Вот. Но коллектив попался, вероятно, очень хороший. Там не только рабочие встали, я так думаю. Вот. Они свой завод отстояли. И вот буквально сегодня у них должен состояться суд. Вот. Там, в принципе, стоит уже вопрос о национализации завода. То есть, они уже борются за его сохранение. И будем надеяться, что они его отстоят. Вот. Так что, нет, рабочие понимают, что профсоюзы нужны. Нужны. И еще, вот еще, что я хотела сказать. Нужна все-таки более тесная связь различных коллективов. Вот тот же человек, который писал от завода Седина, он пишет. Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире. Вот. Нам очень нужна помощь со всех сторон. Вот. И я считаю, что, может, в интернете нужен какой-то канал, чтобы действительно устанавливать связи между коллективами. Вот что-то нужно такое делать. Не просто сидеть каждый в своем углу. Ну, вот все. Больше я не знаю, что сказать. Горохова Ксения Викторовна. Ворщик служебных помещений. Тема нашей сегодняшней конференции – участие профсоюзов в организации Совета. Что можно сказать по этому вопросу? Конечно, с точки зрения исторического опыта мы можем сказать много. То есть, много приведено работ, докладов. Об этом можно прочитать в различных источниках, как в художественной литературе, так и в документальной. Но возникает главный вопрос – а что делать сейчас? Как сейчас профсоюзы могут повлиять на организацию Совета? Но прежде всего, в слово «профсоюз» сейчас вкладывается несколько другой смысл, чем вкладывали даже сто лет назад. Сейчас профсоюз больше понимает организации, которые непонятно, чем занимаются, но сидят в Белом доме. Это общее. То есть, боевые профсоюзы, конечно, есть какие-то, но их мало. То есть, для такого массового движения не хватает именно, ну, как для стихийной организации, может, это и союзы возникают, как именно, как форма организованная. Что еще хотела сказать? Вот хотел немножко поправить докладчик. Докладчик, он говорил, что наши предки, которые организовывали профсоюзы и союзы, они экспериментировали. То есть, они не экспериментировали над формой организации на предприятиях. Они этим жили. То есть, понимаете, они были, мы сейчас более мобильны. То есть, мы можем поменять место работы не только в пределах своего города, но в пределах своей страны. То есть, нам не понравилось, ну, конечно, пешком не пошли, но на автобус на какую-то определенную сумму мы набрали и уехали. Некоторые же срываются, допустим, в Москву, да, с дальних регионов нашей страны, и кто-то рискует, срывается за границу. Тогда таких движений, если они и были у людей, у простых, у тех же самых рабочих или крестьян, но их было мало, не было возможности. Они все-таки были привязаны больше к одной местности. И, значит, они были привязаны к своему окружению, которое вокруг них находилось. И вот эта форма организации, она была для них очень важна. То есть, они общались с этими людьми, они пришли, поговорили, решили. Давайте вот завтра сделаем то-то, то-то. Их слушали, они выбирали старшего. Сейчас почему это не получается? Во-первых, потому что не привязаны к одному месту. Во-вторых, большая текучкость на тех же самых предприятиях. То есть, человек поменял место работы, ему не устроила зарплата, руководство, еще что-то. Он перешел на другое предприятие зачастую. Редко-редко по каким-то обстоятельствам он остается на все том же самом. Было сказано, что не представляют низовую организацию. Представляют. Рабочие представляют, как эта организация и происходит. Вопрос они не представляют, как ее осуществить. Вы понимаете, возникает проблема даже, например, скинуться на электрический чайник иногда себе в цехе. То есть, может кто-то принести из дома, из дома свой старый чайник электрический, но для того, чтобы скинуться на самый дешевый за 500 рублей, то есть, не говорится о большой сумме, да? То есть, когда там денег нету, там собрать 500 рублей, 1000, вот как в школе на подарках, да, ежемесячно. Но чайник, например, в цеху, он ежемесячно обычно не ломается, все-таки это долгосрочное пользование. То есть, принести, допустим, там, не знаю, человек там даже не 30, то есть, тот человек скинуться по 10 рублей, чтобы купить себе в чайник в цех. Они представляют, они не знают, почему, да, Дима сказал, что да, что достаточно разрозненное, что нет вот этой вот коллективной индивидуализации, но даже мы будем не забывать про буржуазную прокопоганду, которая происходит каждый день, и говорится, что если ты сам не достиг успеха без помощи других, то ты неудачник. Понятное дело, многие люди добиться успеха могут с чьей-то помощью, родителей, друзей, знакомых, ну или еще кого-то, неважно. Также, я не знаю этот вопрос, я некомпетентно, хотела бы спросить у более старших товарищей. Меня интересует вопрос, как было связано профсоюзы и государство сто лет назад? Как государство влияло на профсоюзы? Телевизоров не было. Телевизоров не было, то есть плохо влияло. Сейчас же у нас профсоюз находится под государством. То есть у нас наследие советских времен, хорошее наследие, в котором многие из наших товарищей пожили и имеют опыт. Но сейчас, то есть современное правительство переняло этот опыт, и влияет на профсоюзы не очень хорошо для рабочего в своей массе. Но все же профсоюз, да, остается единственным таким, как сказать, законным, да, способом борьбы. Так, сейчас, секунду. Ну, в принципе, все, что хотела сказать по этим вопросам. Немножко, конечно, они связаны. Прошу прощения. Спасибо. Простите, еще хотела добавить. У нас старшие товарищи, то есть, понимаете, забыл очень важный момент. Сто лет назад люди, то есть они, какое-то, вот неудачное слово, экспериментировали, то есть они жили этим, и они организовывали, да. То есть после этого появились люди, которые жили уже в профсоюзах и советах, они уже были созданы. То есть, да, вот у старшего поколения имеется этот опыт, как настоящий профсоюз, настоящие советы могут быть организованы. То есть нам нужно как-то вот современному поколению принять тот опыт, понять, как они должны быть на самом деле, то есть не только исторически, но еще, понимаете, мы созвучны с тем, что были 7 лет назад, чтобы нам нужно это сделать. Так, ну еще раз, представиться, так сказать, я был в профсоюзе, это есть такой у нас Нижегородский автономфинический техникум, был представлен профком, лет 30 уже, так сказать, не сменяемый, кстати говоря. Ну, что бы хотел сказать, вот подключают здесь товарищи интересные мысли, конечно. В некоторых выступлениях сквозит идея такая, что человеку надо ориентироваться на существующие ячейки профсоюз, которые сейчас находят под эгидой ФНПР. Ну, я бы сказал, что это большие надежды, которые маловероятны. ФНПР сейчас это прислужница нынешнего капитала, нынешних властей, и полу себя дискредитировала. Но права трудящие не защищают, это однозначно. Поэтому надежды выдвигать на сотрудничество с этими организациями, мне кажется, никакой абсолютно нет. Ну, тем более, что сейчас штат стал спутбор. Вот охрану труда оставили, так сказать. Ну, всевозможные вот эти поддержки единороссов, раз там юбилеи проводят, там праздник всевозможный, так сказать. Это вот и круг дел. А по прямому защиту интересов, они совершенно ничего не делают. Поэтому надеяться на эти простудия все бессмысленно считают. Поэтому вопрос, конечно, стоит сейчас какой? Это создание своих организаций, классов, как мы называем, организаций простых собственных, трудящихся. Но здесь проблем еще, кажется, больше. Начали говорить с людьми, так сказать, что поражает. Это боязнь, прежде всего. Люди просто боятся. Элементарный страх, так сказать, у них сквозит, кажется, с измыслом, что ли. Даже что? Даже просто, многие просто на выживание люди сейчас находятся. На выживание. Низкие доходы, низкий зарплатный плат, низкие пенсии, так сказать. Мне поделаться им не допросают, а просто напросто, так сказать. Очень сложно. Ну и третий момент – зашоренность в Москву, будем говорить. Наша пропаганда, наш телевизор настолько, так сказать, действует губительно, что, как им говорят, они так и принимают за чистую монету. Поэтому Крым подходит очень осторожно. Ну вот в рамках своего опыта. Я в свое время занимался, вот товарищ, кто знает, с Типаком Петровым Михайловичем. Мы занимались организацией рабочих простовюзов. Это в Нижнем Новгороде. Мы лично с ним ездили на некоторое предприятие, были собрания, когда там забастовка, по сути дела, развалит предприятие. Пришли такие моменты. Это ЖБК, завод железнодонной конструкции на северном поселке, в Сорковском районе. Там весь коллеги собрался, мы с ним выступали. По сути дела, приняли решение создать, профсоюз создать, значит, субернизацию. Ну, надеж было много, но почему-то все распалось, так не смогли мы сейчас добиться. Второй пример был на фабрике кухни. Коллектив тоже забастовал, то же самое возмущение было. Туда же с ним ездили, тоже сначала было все пошло, потом все, опять молчок, все куда-то в кусты и никого не найдем. Ну и третий пример, вот, знает, Трисан Владимирович, циталазий у нас был такой легендарный товарищ на автозаводе. Он, по сути, создал профсоюз, именно рабочий профсоюз, создал. Но насколько пошло большое давление администрации, значит, всевозможных там агентов, так сказать, что его убили просто, никого просто не получилось. Вот, жаль, что это согласие, он рассказал, что там было. Поэтому любые попытки создать новый профсоюз очень чреватый, очень трудоемкий, очень опасный. Конечно, создать надо. Ну, видите, трудностей много. Ну, второй момент, здесь выдвигалась еще идея, что это, так сказать, надежда на советы, создать сейчас советы. Ну, что советы? Я бы сказал, что здесь это, получается, двойная как бы игра, профсоюз одно, свое другое. И все-таки люди больше тянутся к профсоюзам, организаторы, нежели к советам. Они как-то отстраняются от политики сейчас, и совет не так будет на них действовать. И в следующей день, мне кажется, я бы предложил, что надо как-то нам выбегать какую идею? Создавать профсоюз трудящийся в пику ФНПР, так сказать. И вот, так сказать, всеми путями, не отраслевые какие-то, а диспетчеров, там, этих там, грузчиков, портовых, вот так. Создавать тернопин профсоюз трудящийся России, так сказать. И как и регистрируйте, все такое, и, так сказать, ставить такую задачу. Хотя, конечно, значит, сложные, трудно его будет создавать, но, тем не менее. Ну, а что касается, вот, значит, надежды в залогательном совете, это на предприятии, мне кажется, кстати, мне кажется, не стоит на этом пути. Большая надежда в залогательном. Вот просто мои краткие такие замечания. Спасибо. Есть ли еще желающие мельцы? Уважаемый товарищ. Нет. А позвольте пару слов, вот, мы говорили про мое выступление, может, пару минут? Что достаточно? Пожалуйста. Масбаланс. Ну, скажите. Рефлика, да? Входите или с места? Давай с места. Рефлика, если. Ну, да, по поводу эксперимента, что имею в виду под экспериментом, но это такое общеизвестное, да, вот, понятие. Ну, и самое удачное. Это когда мы действуем, это когда мы действуем. Мы пытаемся так, мы не знаем, что делать. Мы делаем одну попытку, потом другую, потом видим, что вторая попытка оказалась лучше. Мы делаем следующий шаг, мы опять экспериментируем, делаем действие, делаем второе, выбираем из того, чтобы было лучше. Мы все школьники, методом проба ошибок. Да, ну, следующий шаг, по поводу буржуазной демократии в профсоюзах, ну, и даже трудовой кодекс буржуазный легитимизирует профсоюзы, да, то есть, там, вот, пожалуйста, сидите, занимайтесь там своей демократией, да, но не выходите за рамки, да. Вот в тех рамках, которых очерчивает трудовой кодекс буржуазия сказала, продиктовала свою волю, вот, можете там заниматься демократией, да, вот там буржуазная демократия. Но, поскольку рабочие продают специфический товар, то он, это, это не мясники собрались мясо продавать, да, там, у них буржуазная демократия там, да, а это рабочие продают свою рабочую силу, и они способны выйти за рамки этой буржуазной демократии. А по поводу, что делать, ну, то есть, агитировать, убеждать людей, убеждать рабочих, опять же, экспериментировать, выбрать современные формы действий, что можно делать. Вот, вот, ленинградская организация нашей партии, крановщицу пытается выдвинуть в президенты, понятно, что ни в каких президенты, крановщицу Кировского завода, кстати, понимаете, то есть, понятно, что она президентом не станет, да, но, может быть, это кого-то всколыхнет рабочих, вот, видите, нашего брата выпускают. Хорошо, а тут же вы, ну, еще время уже прошу, спасибо. Прям секундочку, я к сусупле не успела добавить. Курка, крановщица к распределению, что, понимаете, я согласна, что, мне хотелось сказать, что, да, мы должны пропагандировать и объяснять, и сто лет назад так же начиналось, что пропагандировали, объясняли, пусть будет слово «эксперимент», что это методом проба ошибок, я хотел сказать, действительно, что это просто не очень удачное слово. Да вы понимаете, людей действительно было не столько много, и поэтому ставили в пример, как и сейчас. Я хочу объяснить, что человеку, у которого семья, и он пойдет против системы, против своего работодателя, вы понимаете, что он может лишиться работы, ему тяжело, мы должны его поддержать. То есть, вопрос, как мы можем его поддержать. И раньше были такие люди, там сажали в тюрьму, сейчас за это в тюрьму не сажают. Но вы вот сами понимаете, что при ипотеке, допустим, остаться без работы, и когда у тебя голодная семья, это достаточно тяжело. И причем еще окружающие люди, большинство общего, будет говорить этому человеку, что он не хочет работать, непонятно, чем занимается. Вот моя просто мысль. То есть, и рабочие это прекрасно понимают. Спасибо. Спасибо. Радон Ильич, очень коротко. Пять слов. Пять слов. Давайте завтра. В следующий раз надо делать за российской округе. Пять слов по поводу конференции о свободной дискуссии. Я думаю, что на таких конференциях и обсуждениях таких серьезных вопросов, слово «эксперимент» в принципе неуместно. Это поиск путей наилучшего взаимодействия людей, власти и организации исполнения своих интересов. Спасибо, Николай. Я думаю, что может произвещать все, что угодно. Какие-то ошибочные вещи. Но лучше этого избегать. Я с вами в целом согласен. Значит, я хочу отметить, что у нас сегодня очень активно шла работа. Много выступающих. Здесь человек выступил, в том числе и рабочие, и сочувствующие рабочим, и представители науки. То есть, то, с чем отличается наша конференция, проявилось и сегодня тоже. Ну, не подводя итоги, я понимаю, что, конечно, мы должны все это осмыслить. Но просто хотел, так сказать, первый докладчик ответить на некоторые вещи, заострить внимание и предложить рекомендации. Ну вот, что сегодня стало ясным, что профсоюзы развиваются. И вот, что участие профсоюзов в создании Советов – это закономерный этап развития. Вот, я думаю, мы должны сфиксировать. Закономерный этап. После этого тоже профсоюзы останутся, потому что совершенно правильно подчеркивалось, что экономическая борьба останется всегда до полуничтожения класса. И после полуничтожения класса тоже надо будет всегда бороться за то, чтобы улучшить благосостояние и дальше улучшить условия для свободного развития. И поэтому закономерно совершенно профсоюзы должны прийти к тому, чтобы участвовать в создании диктатуры Патриата. И если они к этому не идут, то тогда они загнивают, разрушаются. Но и без этого, конечно, не будет диктатура Патриата тоже. Вот как, если это закономерный этап развития профсоюза, то точно так же диктатура Патриата не утвердится, если профсоюзы к этому не подойдут. Ну а закоперчивать все это партия, поэтому не случайно мы о партии сегодня тоже говорили. Ну а что касается личных профсоюзов, вот уже Ксения Викторовна прекрасно сказала, что, конечно, сегодня значительно описывает трудности. Я думаю, что трудности, которые испытывали те, кто были в начале нашего пути, вот те, кто сто лет назад поднимал, были никак не меньше. Потому что там забастовка – это не увольнение, а каторга, а то еще и полицейские шашка и нагайка. А то и расстрел. Сейчас тут после Хрущева вообще никто не расстрелил рабочих. Давно. Выборский ЦБК. 60-го. Ну, 60-го, кто там кого стрелял и как стреляли. Ну, это все-таки неспособимо по масштабу. Второе, я думаю, что боялись не меньше, действительно. Вот, как-то, я думаю, что это никак не слабее действует, так сказать, угроза шашки и так далее. Ну, ничего, перемогли этот страх. Перемогли в лице своих лидеров. Ну, и я думаю, что люди не светлее были тогда тоже. И, так сказать, авторитет попов, и хозяев, и с Гапоном ходили тысячами, сотнями тысяч. Это что, говорил, о просветленности, что ли? Ничего, массу учились не из книг, в том числе, хотя те, кто их потом возглавляли, учились из книг. И, слава богу, нам не жаловаться сегодня. Вот сегодня привезли науку и логике Гегеля. Тысяча книг изданных специально. То есть, товарищи, я хочу сказать, что все-таки сегодня условия для развития профсоюзного движения, а следовательное движение советской власти куда благоприятнее. Давайте уж тоже себя тут, как дюс, резки остались, как всегда. Ну, раньше пели, нас сейчас улюб безвязные ждут. А что это была песня, просто художественный оборот, что ли? Да это отражение того, что было. Но, тем не менее, еще, вот сказать, вот из тех, кого мы знаем, очень часто люди в основном идут своей путем. И, наоборот, те, кто мужественно наступает, тех, кто начинает уважать. Поэтому не будем запугивать, хотя это значит сложно. Ну, и вот последнее, о чем говорил товарищ Титок, что надо какой-то противовес ФНПР создать. Вот давайте ценить то, что есть. Вот у нас такой противовес ФНПР уже давно есть. Он называется Федерация профсоюзов России. Это вот та организация, куда профсоюзы, которые хотят не быть ни под Единой России, ни под Справедливой Россией, могут вступить и так далее. То есть это есть. Другое дело, что мало таких профсоюзов. А почему мало? Ну, опять-таки, потому что еще партия не сформировалась. Вот давайте, здесь собрались люди очень сознательные и частые партийно организованные. Давайте вот эту работу продолжать, усиливать. И тогда мы будем, так сказать, формировать условия для выполнения профсоюзовых ролей, в том числе, роли создателей Совета. Решите теперь, предложите вашему вниманию рекомендации, которые были подготовлены органитетом и которые отражают основное содержание сегодняшних выступлений. Рекомендация. Международная научно-практическая конференция, она будет международной, потому что нас поддержат товарищи из Великобритании, я не сомневаюсь. Блэр наверняка поддержит, выступит тоже заочно. Значит, участие профсоюзов в создании деятельности Советов. Конференция отмечает, что профсоюзы, как самые массовые организации рабочего класса, служат основанием для создания Советов, образующих в их единстве организационную форму диктатуры пролетариата. Советы создаются в ходе и как органы широкомасштабной забастовочной борьбы. А организация забастовок – это дело профсоюзов. И именно профсоюз производственного предприятия, подготавливая забастовочные требования, организует коллективные действия в их поддержку, обеспечивает направление делегатов от предприятия в городской и поселковый совет, при необходимости осуществляя отзыв и замену таких делегатов, вносит свой вклад в материальное и финансовое обеспечение деятельности Совета и его защиту. Благодаря постоянной поддержке профсоюзов, объединенных в общегустостарственном масштабе, Советы превращаются в органы государственной власти рабочего класса. В системе советской власти профсоюзы сохраняют и упрочивают свою основополагающую роль. Они – организаторы выборов, а также замены и отзывы депутатов Советов производственными коллективами. Профсоюзы обеспечивают подбор и направление работников предприятий для участия в работе комиссии Советов, организуют рабочий контроль в форме шефта заводов над аппаратом Советского государства, содействуют практике в сочетании рабочей и производственной работы и выполнении ответственной работы в советских государственных учреждениях. Профсоюзы добиваются систематического сокращения рабочего дня без понижения зарплаты и использования части в освобождаемом времени для обучения всех работников теории и практики управления советским государством. Благодаря такой деятельности в профсоюзах открывается перспектива утверждения советской власти в качестве формы общественного самоправления, и здесь я добавил одно положение, в котором не было в проекте. Итак, в качестве формы общественного самоправления, нацеленного на обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Профсоюзы способны обеспечивать создание и деятельность советов только при условии активной работы партии рабочего класса во всех профсоюзных организациях. Работа в профсоюзах, вот я прошу прощения, давайте опять вспомним лень, работать надо там, где масса, в самых желтых профсоюзах, поэтому наперед не будем зарекаться, что мы не будем работать в организациях ФНПР. Работа в профсоюзах – приоритетная задача для партии рабочего класса. 13-го года – 17-го года. Женя Товарищи, я понимаю, что можно всегда лучше, точнее стремулировать, если, так сказать, возможность принять за основу. Есть. Давайте проголосуем. Не совсем идеально, но возможности за основу. Кто знает? Проголосовать. Спасибо большое. Значит, на этом мы тогда завершаем работу нашей конференции. Я хочу подоговорить всех, кто приехал, и тех, кто пришел. Я не сомневаюсь, что эта конференция произвела впечатление свободы обсуждения, смелости постановки вопросов. И это действительно наша, так сказать, характерная черта, определяемый состав участников этой конференции. И связью ее работы с работой Российского комитета рабочих, как центра профсоюзного движения, который не подконтролен. Я имею в виду вот этот центр и той части профсоюзного движения России, которые не подконтрольны, так сказать, господством политических партий. Вот тоже буржуазового толка имею в виду. Значит, я, так сказать, от имени оргкомитета желаю вам успехов и приглашаю вас на следующую конференцию, которая ставится в октябре через год традиционную, по не менее актуальной, так сказать, повестке вопросов дня, с которой заранее можно встретиться. Спасибо за работу. Спасибо.